Гранд Магус, Рубик Рубик — сын синего догона, и только поэтому все уважают силу этого героя. Его способности телекинеза не имеют в себе равных. Одним только взглядом он способен отбрасывать вещи и двигать предметы. Он всегда добивается своей цели, используя силу магии против врага и воруя при этом заклинания. Выработав ауру, он защищает своих союзников от атак. Такой воин обязан участвовать в бою против Скорж. Успеваем? Неужели еще успеваем? Ай, накат есть! Да ладно! Сириус! Вот крыса, прикиньте. Нафиг убегаем, типа делаем вид, что мы дурачки. Ты на приколе на Слардаре, что ли? Что происходит в цены? Ой, как я ошибся сейчас, на самом деле, взрывом вот этой мины, ребят, на самом деле. Очень ошибся. Всем привет, дорогие друзья! Перед началом данного ролика хочу выразить большую благодарность вот этим доблестным ребятам, которые оформили спонсорскую подписку. Друзья, спасибо вам за спонсорку. Обязательно, обязательно, друзья, ознакомьтесь со спонсоркой. Может, кому-то зайдет, может, кто-то хочет выделяться в чате. Ну и, в принципе, там есть очень много всяких плюшек, которые вам достанутся в случае оформления этой спонсорской подписки. Ну что ж, сегодня у нас гайд, в принципе, на Рубика. А это у нас вот этот вот геройчик. Очень прикольный герой для тех, кто любит нажимать много кнопочек. Сегодня мы узнаем, как работает у него телекинезис, как работает болт, как работает нульфилд и как работает спеллстилд. Также вы сегодня узнаете, друзья, к какой роли относится этот персонаж. Ну и, в принципе, все. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже – это телекинезис. Она имеет у нас специфичный хоткей, хоткей Z. Что у нас делает эта способность? Сейчас мы будем разбирать. Хоткей Z прожали и, конечно же, на оппонента нажали. Смотрите, друзья, данная способность имеет определенную дальность применения в зависимости от уровня прокачки. Вот тут вот табличечка, смотрите сразу, дальность применения этой способности меняется в зависимости от уровня. Смотрите, 550, 575, 600 и 625 – дальности применения этой способности. Давайте нажмем на тускара и посмотрим, что у нас будет происходить. Эту табличку я пока убирать не буду, пусть она висит до того момента, пока мы не разберем уровни прокачки. Хоткей у нас Z, нажимаем на туска, он вот так вот поднимается, левитирует, падает, встанет всех в области и все. Сам он не уходит в стан. Но во время того, когда тускар находится в воздухе, он у нас не может ничего нажимать. Он обездвижен, то есть задизейблен. Также мы можем по этому же хоткею Z, во время того, как вы подняли оппонента, и Z у вас заменяется, смотрите, обратите внимание, у вас заменяется вот эта способность на какое-то приземление, то есть на вот эту штучку. Также по этой же кнопочке Z вы можете куда-то передвинуть вот этого героя, которого вы подняли, ну или же крипа. То есть да, тоже есть возможность крипов поднимать. Я расскажу, для чего это сделано. И вот так вот вы можете передвинуть на расстояние 375 единиц какого-нибудь юнита. Да, можете передвинуть. При этом еще вы, наверное, обратили внимание, что союзники вот этого персонажа, ну и вообще оппоненты, крипы там, неважно, лесные оппоненты все, они ушли в стан. В радиусе от приземления вот этого юнита в 325 единиц персонажи все будут уходить в стан. При этом стан не накладывается на вот этого героя, который левитировал, которого мы подняли. Понимаете? Понимаете? Это сделано еще фишкой тем, что вы можете взять крипа и крипом всех простанить. Да. Либо персонажем каким-то взять его просто откинуть. Взять его откинуть на мины. Взять его откинуть на кривого вашего пуджа, который не попадает хуком. И вы видите, хук летит, и вы такие берете. Ну ладно, давай, я помогу пуджу, а то он вообще попасть не может. Ну или же закинуть, конечно же, в текстуры этой способности можно. Вот этой левитацией и приземлением. Но, к сожалению, на 85 карте сделано так, что даже вы сюда, вот вы отсюда даже не можете вот сюда закинуть никого. Но я знаю обходы этой темы. Я знаю, куда можно закидывать, и это буду уже показывать на практике. Поэтому, друзья, смотрите практику внимательно. Ну и что ж, давайте поговорим по уровням прокачки. У нас тут есть несколько... Извиняюсь, у нас тут есть несколько нюансов по этой способности. Смотрите. Во-первых, у нас тут есть время левитирования и время стана. Во время того, когда персонаж приземляется. Что ж, давайте разбирать. На первом уровне полторы секунды, время левитирования. И стан у нас идет на одну секунду по приземлению. И в радиусе 325 единиц будут все оглушены. Я повторяю эту тему для тех, кто не слушает. Второй уровень прокачки. 1.75 время левитирования и стан 1.25 всех юнитов, которые были в области. На третьем уровне 2 секунды левитирования и полторы секунды стана на всех юнитов. На четвертом уровне 2.25 левитирования и, конечно же, 1.75 по приземлению. Время стана будет у нас на всех юнитов. Калдаун у нас при этом 22 секунды и монокост 120 единиц маны. Вот такая вот тема. В линку эта способность не кидается, так как это таргет. И, конечно же, на БКБшных юнитов она не работает. Вот такая вот у нас, друзья, способность. Не знаю, все зависит от вашей логики, от вашего, так сказать, мышления, как использовать эту способность. Но я попробую на практике, конечно же, покидать в текстуры. Я знаю некоторые точки. Я их разыскал, нашел и буду показывать на практике. Здесь я показывать не буду, для того, чтобы у вас была интрига посмотреть игры целиком. Ну что ж, в принципе, по этой способности все. Вроде все понятно. Просто поднимаете. Допустим, вот так вот подняли Тускара. Хотим застанеть здесь вот по тму. Станем по тму. Еще радиуса хватает. И станем еще Медузу Гаргону. И все, вот такая вот способность. Погнали у нас на следующую способность. Следующая способность на нашем персонаже это Фейдболт. Друзья, это Чайн Лайтнинг. Чайн Лайтнинг это, то есть, у нас получается такой отскок, молния отскоковая. И что ж, хоткей у нас X. Если у нас телекинезис был на хоткей Z, то теперь у нас кнопочка X. Да, прикольно. Рядом кнопки находятся, и мне это очень нравится. Прокачали данную способность. Дальность применения у нас 800 единиц. Давайте заюзаем эту способность. И посмотрим, что будет происходить. Кидаем в Медузу. И вот так вот у нас способность проскакала. При этом, смотрите, урон снижен у оппонентов. У всех причем урон снижен, и это очень круто. Долго так держится, опа, и пропадает. У нас эта способность снимает небольшое количество урона с оппонентов. При этом еще таргетно, когда по всем прыгает, и когда таргетно залетает в какого-то персонажа, наносит определенное количество урона, друзья. Это очень-очень круто. На 10 секунд, ребятки, к слову, на 10 секунд снимается у нас количество урона, равное уровню прокачки. То есть тут с уровнями прокачки все это прокачивается. Также снимает еще урон крипом. По урону крипом мы поговорим чуть-чуть позже, когда будем разбирать. Вот вот эта вот табличка. Она уже появилась у нас. И поехали. Смотрите. Дальность применения этой способности, как говорил я уже, 800 единиц. Дальность отскока 440 единиц. То есть для того, чтобы эта молния отскочила на какого-то... Отскочила. Правильно сказал. Отскакала. Отскакун, что ли? Отскочила, чтобы... Дальность применения у нас 800. Отскочила, чтобы способность 440 единиц нужна. То есть от персонажа до другого персонажа должно быть не больше, чем 440 единиц. При этом, если крипы там будут, то есть может эта молния ходить как угодно. Не ограниченное у нас количество целей на эту молнию. Не ограниченное. Но тут есть нюансы, из-за которого эта молния очень слабенькая. Я вам расскажу чуть позже. Смотрите. По табличке у нас тут все понятно. Давайте разбирать уровни прокачки. На первом уровне у нас будет эта способность наносить 70 урона и снимет всего 14 атаки. Именно с героя. В крипов эта способность работает по снижению демеджа в половину. То есть если герой у нас снимает 14 атаки, то крип будет снимать 7. Далее. 140 урона и 20 атаки снимает. На третьем 210 урона и 26 атаки снимает. И на четвертом 280 урона и 32 атаки снимает на героя. Ну а на крипов, конечно же, в половину, как я и говорю. То есть 7, 10, 13, 16. По табличке, друзья, если что, смотрите, если что-то не понимаете. Длительность дебафа у нас 10 секунд. Как я уже опять-таки говорил. И самый неприятный минус этой способности, о котором я расскажу после того, как расскажу, сколько у нас. КД и монокос на эту способность. Калдаун у нас 16, 14, 12, 10. И монокос 120, 130, 140 и 150 единицман для того, чтобы закинуть этот болт. Самый жесткий нюанс у этой способности, что с каждым скачком на 4% дэмэдж инициаловый, он начинает уменьшаться. То есть дэмэдж, который вот вы видите, 280, он с каждым скачком будет уменьшаться на 4%. Это очень-очень много. То есть, друзья, есть еще дополнительные таблички. Вот они, в принципе, я думаю, их можно приложить. Смотрите, если на первом уровне у нас 70 урона, то далее по 4% ниже. Следующий крип у нас 67 получит, следующий 62 и так далее. И так вот, смотрите, сколько тут табличек по снижению этого урона. То есть, если на 4 уровне 280 урона, то следующий крип получит 269, 258, 248, 237, 288, 239, 239, 239, 249. И я просто взорвался. Вот такая у нас, друзья, способность. Данная способность у нас блочится линкой. То есть, основной целью, если мы закидываем вот эту способность в таргет какой-то, в линку, то, конечно же, она не залетит, эта способность. Ну и, конечно же, эта способность наносит магический урон. Худы, пайпы все смягчают. И в БКБ эта способность у нас не работает. Друзья, вот такая вот способность. Надеюсь, более чем понятна она вам. Эта способность для жесткого лайнинга, она не позволит оппонентам очень хорошо подфармливать. При этом вы еще сможете прохарасить юнитов. Ну и на дефе, на дефе небольшое количество крипов вы сможете задефить, снизить им урон. Но не забывайте про минус вот этого дэмэджа, что каждый скачок отнимает 4% от инициал урона. Ну, от урона, который у вас на уровне прокачки в данный момент. К сожалению, вот так вот. Погнали, ребятки, смотреть третью способность. Следующая способность на нашем персонаже это Null Field. И на самом деле, многие не понимают, что делает эта способность. Но в лейтгейме эта способность очень сильно досаждает тем юнитам, которые долбят магией. Да и в принципе, в начальной стадии эта способность очень полезная. Это массовый магический резист, то есть магическая защита. В радиусе 900 единиц каждый юнит союзный. И вы сами будете подвержены вот этой аурой сопротивления урона магического. На 5, 10, 15, 20% вы будете защищены по уровню прокачки от любого магического направленного какого-нибудь заклинания. Ну или просто не направленного заклинания. Например, против Тини я брал Клааку и брал пассивку 2. И Тини мне не сносил 700 хп даже с прокаста, по-моему, какого-то третьего уровня. Но с седьмого уровня он был, парень. И он мне не сносил 700 хп. У меня 200 хп еще оставалось. То есть, очень значимая пассивка. Друзья, обязательно ее качайте на раз, на два. По героям очень сильное смягчение идет. Прям вообще жесткое. Ну и в принципе, тут рассказывать нечего. Эта способность так как является пассивкой. Ход Кей у нас Н. Прокачаем, кстати, чтобы красивый такой эффект у нас появился. Эта способность у нас выключается сильверейджем. Она у нас проходит через иммунитет к заклинаниям. То есть, можно, если союзник БКБ юзает наш, то ему эта пассивка все равно будет даваться. Во второй доте, к сожалению, у нас не вторая дота. Во второй доте эта пассивка в минус резист и в резист превращается. То есть, допустим, если вот сейчас бы я нажал Н буковку, то всем оппонентам, кто находится в радиусе 900 единиц, им бы снялся резист. Да, это так во второй доте. Но в первой доте просто союзникам дается резист. Вот это самое топовое. Ну и в принципе все. Разведите эту ауру нельзя только сильверейджем. Более тут нечего рассказывать, друзья. Качайте, давайте своим союзникам магическое сопротивление. И сами будете жирнее. От тинников не будете уже умирать. Ну и по убыванию доты эта способность у нас складывается с худами, с пайпами. То есть, если нам дают 20% резиста плюс свой резист 30%, это не значит, что у нас будет 50%. Примерно будет 40-45% плюс еще худ, если соберете, то примерно будет 60%. То есть, там складывается не так именно вот, что там 20-20-40-50-60 и все. То есть, там немного другая механика. Я, если честно, сам ее не до конца знаю, но и поэтому рассказывать ее не буду. Но знаю, что резисты складываются не так, что 20 плюс 20 равно 40. Поэтому, друзья, вот такая тема. Поехали на ультимейт. Сейчас будет очень интересно и постараемся подразобрать эту способность досконально. Погнали! Итак, друзья, вплотную мы уже подобрались к нашему ультимейту. И что ж, как вы могли уже догадаться по названию Spell Steel, Эта способность у нас позволяет украсть у оппонентов какую-нибудь способность, которую они крайний раз юзали. Допустим, если это была Патма, возможно, она юзала Ару. Давайте посмотрим. Вот я кинул Ару и, конечно же, вот так вот у нас нажимается ход KQ, направляется на Патму и прилетает к нам вот такой вот шарик. И мы забрали у нее Ару. Но как забрали? Она у нее тоже остается. И у нас также она появляется. То есть мы украли способность. Пока вот этот шарик летит, давайте я вам продемонстрирую еще раз. Способности у нас нет. Вот такой шарик прилетает и способность у нас уже есть. При этом у Патмы над головой написано, что я украл. И у нас написано, что я украл. То есть это так для внимательных, допустим, чтобы не говорили, о, а что это там Рубик украл, а что? И Патма говорит, ну он у меня Ару украл аккуратно. И мы можем по ход KQ этого же Ару. То есть какой ход K у нас у способности, допустим, у Мирана ход K R на способность. И, соответственно, у нас такой же будет ход K. И можем спокойно закидывать вот эту Ару в кого-нибудь. Да, вот такая вот у нас тема. Тут множество, на самом деле, нюансов есть на этой способности. Есть способности, которые мы не можем воровать. Например, способность перекачки морфа. У Бары второй мы тоже не можем воровать. У Бары из-за второго спелла, когда мы крадем, у нас появляется книжка. То есть почему мы не можем украсть второй спелл Бары? Потому что у Бары второй спелл это как бы и пассивка, и кликабельная способность. Также мы не можем сферу инвокера воровать. То есть он их глацает постоянно. Но это так не работает. Мы не сможем украсть вот эти какие-то сферы. Далее, что у нас еще есть? У эсэфа койл, когда мы воруем, почему-то воруется всегда дальний койл. Независимо от того, какой койл у нас эсэф кастовал. Вот такой вот бред у нас тоже есть. В общем, множество, ребят, есть способностей, которые у нас, к сожалению, в первой доте недоработаны. Самое обидное, конечно, это перекачка морфа. И, к сожалению, мы ее украсть не можем. Ребят, я, честно, не могу все это протестить. Реально, все 112 героев я, к сожалению, не в состоянии протестить. Потому что это очень объемный и большой труд. Что мы можем украсть, что мы не можем украсть. Как эта механика будет работать. Ну и, в принципе, вот такие вот у нас есть моменты. Давайте разбирать способность более досконально на данной стадии. Смотрите, хоткей у нас кью. Дальность применения этой способности 1000 единиц, как мы уже поняли. Ворует у нас крайнюю способность. Прилетает вот такой вот шарик, и у нас доступна вот эта способность. Далее, что у нас есть? У нас есть время, на которое у нас украдена эта способность. Она у нас равна уровню прокачки. На первом уровне 3 минуты, на втором 4, на третьем 5. При этом, кд этой способности 20, 18, 16, монокос 25 единиц мана. Также у нас тут есть аганим. Ну, блин, ну как тут без аганима? Так как это у нас сын аганима, и у него нет аганима, конечно же, это, конечно, бредово. Ну и что ж, давайте смотреть следующие нюансы. Кд у нас, я уже сказал, 20, 18, 16, монокос 25 единиц маны. Это у нас есть такая тема. По аганиму поговорим чуть-чуть позже, друзья. Сейчас разберем еще нюансы. У нас тут есть такая тема, как в линку, допустим, эта способность у нас не может работать. То есть, допустим, если у нас у патмы есть линка, давайте пропишем, это м219, вот, допустим, линка. Мы не можем украсть, срабатывает линка. Но есть такой прикол, что, допустим, вот тускар у нас заюзал шард, нажимает бкб, бежит бкб, и мы можем украсть этот шард. Через бкб. То есть, у нас эта способность работает через бкб. Спелл стил, и через бкб у нас спокойно все вот эту тему делает. Далее, что касается у нас кастов на Рубике. Некоторые касты у Рубика, они обрезаны, но большинство кастов в 85-й карте, они поправлены. То есть, допустим, Санкинг юзал эпицентр, и все вы знаете, что эпицентр у нас создается вот так. Раз, два, и все, и Санкинг начинает кастовать. У Рубика примерно то же самое. То есть, раз, два взмахи, и Рубик прилетает. У SF, единственное, Requiem of Soul, он, к сожалению, не имеет никакой анимации на Рубике. То есть, Рубик просто становится на месте, и потом такие души полетели. То есть, вот тут такой вот есть нюансик. Это все дается с опытом, и... То есть, как дается с опытом, что к чему ты сейчас сказал, а здесь непонятно нифига. Все вот эти понимания анимации, они даются с опытом. То есть, я, например, я не игрок на Рубике. Я на Рубике за всю историю, ну, наверное, играл матчей, наверное, тысячу-полторы, где-то примерно плюс-минус за все 15 лет игрового процесса в дотах. То есть, как бы, ну, интересные вроде герои, но как-то я вот, не знаю, не особо таких героев люблю. Ну и, в принципе, что у нас, друзья, далее есть? Можно украсть дуэль, можно украсть пресс-атак, можно украсть вот этот у нас Отс, в принципе, шарды. Все вот эту тему, все можно воровать на данном персонаже. Ну, как вы видели по табличке, в принципе, все понятно. Табличку также могли изучить. И когда у нас способность будет кончаться, украденная, то будет вылетать вот здесь вот варн такой красными циферками, что через 20 секунд ваша способность, которую вы воровали, она у вас спадет. Вот такая вот, друзья, тема. Касаемо аганима, о котором я буду рассказывать дальше, я хочу дополнить такую тему, друзья, что аганим, когда у вас есть по уровням прокачки, там немного у нас не меняется. То есть, у нас меняется именно калдаун и меняется дальность применения. Об этом чуть позже я уже, опять-таки, повторю. Самая прикольная тема, что наш аганим сразу же улучшает краденую способность. То есть, допустим, если это эпицентр, эпицентр на первом уровне дает 6 пульсов, то мы воруем уже, то есть мы своровали эпицентр уже с улучшенной темой. То есть, у нас будет улучшенный эпицентр, он будет у нас больше давать пульсов и, конечно же, калдаун у нас будет немного меньше. То есть, тут это, ну, прикольная механика, прикольная. То есть, получается, если, допустим, мы крадем... Что мы еще можем украсть? Ну, допустим, давайте, блин, хрен с ним, тот же эпицентр. То есть, мы крадем эпицентр, и он у нас уже будет улучшенный, как с аганимом. У СК нету аганима, но у нас есть аганим. И мы сразу же улучшаем этот эпицентр и получаем эпицентр с аганимом. Вот такая тема. Ну, и у союзников, конечно же, воровать нельзя способности. А жаль. Но самая классная способность, которую можно украсть, это, конечно, хук пуржа, потмы, второй спелл, там, метеорит инвокера, санстрайк. Блин, столько способностей можно украсть. Ну, и вот такая вот тема. Давайте, в общем, разбирать у нас аганим и посмотрим, что у нас там меняется досконально. Погнали. Итак, друзья, подбираем аганим, и что он у нас дает? Визуального эффекта, к сожалению, никакого не дает, но, как вы видели уже по табличке, у нас калдаун становится 2 секунды. И, конечно же, 1400 единиц становится у нас дальность применения на эту способность, и это очень-очень круто. Также по поводу того, что у нас аганим улучшает сразу же краденую способность, в случае, если она улучшается, об этом тоже уже было сказано. И это очень-очень круто. Ребятки, у нас калдаун становится 2 секунды, и пока вот этот шарик у нас летит, можно ли что-то еще украсть? Спросите вы, так вот назревает вопрос. Да, можно украсть несколько способностей, если вам позволяет ваши руки. И, конечно же, где-то в фишках я показывал, как мы воровали реарм, и, конечно же, ультимейт Зевса. И вот так вот тоже можно сделать. То есть, допустим, вот я сейчас украл 2 способности, я украл, блин, прикольно, кстати, на Е, оба Е, хоткея, и, получается, у нас шард есть и хоткей. К сожалению, щита у нас не работает. Смотрите, заклинание в КД, он думает, что шард. То есть, первый спелл у нас идет по хоткею. Вот такая вот у нас тема. То есть, можно воровать несколько способностей, но если вам позволяет ловкость рук. Блин, также обидно, что очень много способностей, конечно же, у нас не воруется на данном герое. Но ничего страшного. Я надеюсь, я найду силы и проверю всю эту тему. Друзья, в общем и в целом, я надеюсь, теория вам понятна этого персонажа, что дает Аганим. И что с Аганимом, в принципе, из-за КД 2 секунд вы можете успеть своровать несколько способностей. Это очень-очень годно. Спасибо всем, кто посмотрел эту теорию. Сейчас будем играть практику. Этот герой у нас больше относится к четверке, нежели чем к пятерке. Потому что от этого персонажа максимальный импакт исходит именно в тот момент, когда у него есть какие-то определенные слоты. То есть, там, Даггер, Аганим, там, может быть, какие-то Агрифсы. И чтобы помогать команде и вносить импакта намного больше. Ну и что ж, конечно же, сыграем через двоечку, через центральную. Будем играть как серьезные мидеры. Ну и на четверке, и на керри также сыграем. Керри катка выйдет у нас отдельно дополнением, я так думаю. И надеюсь, она вам тоже понравится. В общем, на этом все. Спасибо, что посмотрели эту теорию. Не отключайтесь, смотрите практику. Спасибо всем, кто лайкает, кто подписывается, друзья. Отдельный респект, кто поддерживает, друзья. Именно по спонсорке. Это тоже очень прикольно. Для вас там есть некоторые плюшки. Не забывайте, что есть такие моменты. Я не бачу. Если хотите, заходите, смотрите. То есть мне как бы от того, что вы подключаете спонсорку, тоже идет какой-то плюсик. Но это не самое главное. Самое главное, что мы вместе собираемся и смотрим эти прикольные видосы, которые я для вас монтирую. В общем, все. Пожелаю приятного просмотра. И поехали на жесткую практику. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас катка. Сейчас пойдем на рубики в четверке. И это будет фановая тема, потому что сейчас мы пойдем сразу же пробовать закидывать в текстурки. В микстурки. Блин, хреново, что Бара там. Это хреново. Это жесткий контроль. Мы возьмем Вард сразу. Мурлок тоже. Мурлок выпрыгнет, Бара выбежит. Такое. Но неинтересно. И пацаны какие-то попались. Будем фидить пацанам. Возьмем сразу Телекинезович. Сразу Телекинезович. Торментед. Тоже не очень. Ну, пойдем сейчас туда, сразу на точку. Короче, на карте существует множество точек, которых можно закидывать. Это первый момент. Второй момент. Я забыл вообще по гайду, как мне нужно двигаться. Смотрите. Тралт. Тралт и пять. Или что? Спросим сразу у пацана. Лайфстиллер. Вот лайфстиллера по кайфу закинуть будет. В общем, ребят, что по контрпикам? Это обычный герой, саппорт. Очень хлипенький. Его очень легко убивать. Он, в принципе, не такой сильный, как там Керри. Там, всякие другие герои какие-то. Это обычный саппорт. Он очень слабенький, но в лейтгейме может напрягать большим количеством заклинаний, если вы будете правильно все юзать. Честно, я скажу, я не игрок на Рубике, но я что-то знаю. Я могу вам, в принципе, что-то порассказывать, как играть на этом персонаже. В принципе. Чуть-чуть могу порассказывать. Так что вот такая вот тема. Так, у нас там Сларк уже прыгает. Тут никого я не вижу. Тут никого не вижу. Креветку там с фрейсбендом бегает. Ну, к ребятам можно пойти помочь. Не будем руинить. Уже все. Уже нет смысла. Что там? На топе. На икс еще. Вот плохо, что не пошли на низ. На низ они не пошли. Ну, вся суета вообще на топе, да? Я пошел на низ, чтобы замутить какую-нибудь лютую суету. Так, ну, Тралпуканов погиб. Вот этого пацана. Оп. Оп. Эх. Пойдет. Чуть-то пришел доесть, так сказать. Курочку возьмем ребятам, да? Вот так вот сделаем. И, наверное, сапожок возьмем. О, вендрочка. Вендрочка тут. Я понял. Понял. Стой. Кто тут самый крутой? Иди сюда. Иди сюда, самый крутой. Кто у вас тут? Иди сюда. Крутой, да? Давай драться. Эх. Я думал. Подзакинуть на самом деле. Мне вард нужен, чтобы убивать его. Вот так будет видно. Пацаны не захотели туда идти. Но есть еще несколько точек. Вот это первая точка. Вот сюда надо закидывать. Вот сюда ты не закинешь никогда. Сюда ты не закинешь. Но они могут прыгать. Короче, механика на 85-е очень интересная. Сейчас будем тестить. Надо линию. Линию вот сюда вот запушим. И помутим фишки, ребят. Так, так как мы четверка. Но посмотрите. У нас тут еще почему-то трал на линии. Что-то такое. Ребят, что-то такое у нас тут происходит. У меня, если честно, жопа подгорает. Очень хочется позакидывать текстуры. Но надо будет линию тут пушить, чтобы закидывать. Потому что... По-другому никак. Нам надо, значит, тычковать постоянно. Тычковать. Берем сапог. Хорошо. Но у них тут два прокастера, которые не дадут линию пушить, в принципе. О, дедушка пришел. Дедушка пришел, обходит. Заходи сбоку, заходи. Чисто зашел сбоку. О, смотри, какой профессионал. Можно вообще, знаете, что делать? Типа, вот вы стоите на линии. Но вообще, на самом деле, игра такая, наверное, будет. Не знаю даже. Слишком они линию пушат, пацаны. Просто автоатачат постоянно. Мы так линию не запушим. Сейчас на руну пойти можно будет. Гоу, на руну сходим. Ну, вообще четверка здесь. Трал у нас керри. Как бы это глупо не звучало. Блин, я уже опоздал. Можно было лишь рака встретить. Но мы сейчас сделаем все дела. Мы его побайтим немножко. Побайтим. Или да, или нет. Или не будем байтить. Гоу вот этого, пацана. Побьем. С крипиями. Сейчас крипы тут будут. Уже на подходе. Трал стоит. Стоит. Хорошо. Давайте попробуем его забайтить на то, чтобы он... ...за мной пошел. Мне нужно, чтобы он за мной пошел. Так, линию отпушили. Хорошо. Тут есть еще одна точка. Можно закинуть, попробовать. Берем второй. Гоняем. Но, наверное, не будем... ...руинить. Можно... О, у него глимс есть, да? Хорошо. Что сейчас фармим? Вообще, можно сделать аркану и... ...сол ринг вот так вот делаем. Отлично. И... Давай сюда. Пендра, ну подойдешь? Ладно, сделаем вот так вот. Побайтим. Если Бара побежит, я успею, по идее, поднять его. Поднять я успею его. Спасибо, спасибо. Бара, будешь чаржиться? Не хочет. Вот так делаем. Зачем, трал? Отойди. Отойди, он забайтился. Отойди. Он забайтился такой уже идти туда. Типа я это, дурачок, короче. Трал, но все испортил. Там расстояние нужно побольше чуть. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, не надо. Ну, трал зонит. Трал зонит, я не могу сделать то, что я должен. Он не понимает, что я хочу. На трале. Пацан. Я с такими хп стою, я тут могу умереть сейчас. Трал просто руинит. Ладно, не суть. Сейчас Бара прибежит, наверное. Сейчас хил перенесем себе. Ману и пару опсиков. Ну, мы вообще в четверке. Мы в четверке, ребят. О, вот так вот сделаем. Не убежит, по идее. Эх, я не достаю уже. Берем резист, ребят. Раскачиваемся правильно. Трал молодец, в принципе. Он делает все правильно, но он не понимает, что я хочу. Виндру я бы уже заколотил там. Заколотил бы. А еще будет, еще прибегут у нас тут пацаны. На речке встретимся еще. Айс, Кура. Куровая рьюзается. На низ шла. С тралом у нас тут все хорошо. Резист next. На пятом левеле берем молнию. И на четвертом. Ой, на четвертом. На шестом ультимейте, естественно. Берем спеллы. Оп, хорошо. Бара там, наверное, побежит сейчас. У нас есть телекинезович. Нам, в принципе, не страшно. По идее, должны успевать. Вот так вот делаем. И сейчас возьмем нулик и солринг, ребят. Через сол, конечно же. Рубик самая нужная вещь. Опа. Не опа. Что там, хоста, да? Можно к мидеру сбегать. Все, отлично. К мидеру сбегаем. Кул. Пара. Будем или нет, товарищ инвокер? Непонятно. Инвокер Аллакрити слил. Вот так вот. О, найстайминг. Я отхожу, но на себя подбайчу. Бара прибежал, типа, нет, варианта нет. Так, кайтить, байтить. Байтить, кайтить. Так, нету варианта. Нулик. Нулик в солресипе. Хорошо. Парвимся до шестого. Вообще сейчас, на самом деле, блин, пассивная такая линия. Ну, очень хочется актив, но, видите, как бы, актив произошел бы, если бы... Оп. Вот так вот делаем. Плочим. Пичка. Второй. Пичка. Пичка. Хорошо. Получилось. Оп. Манку. Второй берем. Солчик почти есть. Нулик беру просто для стат. Вообще, в принципе, если вы хотите, чтобы у вас герой был чуть получше по ласт хиту, берите нулик и ни о чем не жалейте. Соул есть, можно поесть. Еще такое говорится. Знаете, в простонародье поехали, как говорится. Так, ну что, поехали, друзья. Берем тпшечку еще дополнительных. Тпшечку. Опа, виндрочка. Закидывает. В баре гг. Ай, скрипами поделил. Ай, скрипами. Желательно с Олом вообще брать себе Транквилл. Но мы возьмем Аркану. Мы возьмем Аркану, нам не сложно. Нам не страшно. Так, виндра одна на линии, да? Главное, чтобы Бара ко мне не прибежал. Остальное хорошо. Но можно подбайтить, подкайтить пацана на виндре. Подбайтить. Хорошо. Так, денек наступает, да, у нас? Денек наступает. Типа мы дурачки, отходим сюда. Виндра боится. О, Бара побежал. Бара побежал. Бара побежал. У меня иконка заморгала, Бара бежит. Он с базы, наверное, да? Да, с базы. Подождите. Эй, ну хорош. Хорош. Оп. У него ульта есть. Вот, тяжело, да? Вот, прикиньте. Я его закинул, но у него есть ультимейт. Он вылезет. В том, еще ульты. Классическая тема. Классическая тема. Ну, бежим, мансуем. Лево вправо, лево вправо, лево вправо. Лево вправо, лево вправо. Влево вправо, мансим бежим. Ну, нет, у меня... У него че так много маны? Он мне сколько? Он чарж нажал с базы. Он нажал этот, еще чарж, потом нажал ультимейт. И еще раз чарж нажал. Вот он жесткий. Эй, ну не такая игра, чтобы закидывать, ребят. Ну, Бару закинь, выйдет, да? Еще и на низ. Ну, ладно. Очень страшно. Красавчик. Красавчик. Ладно, гоу, нормально плейте. Попробуем, че-то сейчас надо... Ну, суету. Вот че я Незер Страйк украл. Зачем он мне? Он ни от носа не даст. Ничего он не даст. Че украли? Пауэршот. Ой-ой-ой. О-о-о-о, а что медом намазано на низу? Чешо. Чешо. На-а-а-а. Медом намазано. Как хорошо, у меня резисты будут очень сильно помогать в этой катке. На низу медом намазано, кстати. Какого левела? Четверочка. Отлично. Оп, хорош. Продамажил нормалин. Продамажил нормалин. Не попаду. Хорошо. Соул, все-таки сделаем транквил, ребят. С транквилой будет лучше. Можем убивать сейчас, на самом деле, очень хорошо даже на этой линии. У меня очень сильный нюк, который харасить будет просто нереально. Оп. Попаду уж. Побежим. Ага, не надо было бежать. Отлично. Пойдет. 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 Нюки кривые, как обычно. Ну, на Вендре я играл вообще. Вендрой, типа, блин. Не варик кого-либо мне убивать. Руки кривые. И на Рубике тоже, в принципе, все криво будет. Так что не переживайте. Самые веселые гайды сейчас начались. Так, у меня есть Вендран, кстати, в двоечку. Бара прибежит. Не страшно. Сложно, сол нажали, профармили немного. Оп. Оп. Вообще, в четверке я должен был на мид выходить. Но я на мид выходил, типа, смысл такой. Что я выходил на мид. На самом-то деле. Круто, на речке было бы еще кого-нибудь встретить. Кого-повардика возьмем сейчас. Я четверка, хрен с ним. На топе тоже Сларк там сосирует. Кто идет? Тома. А, он будет его возвращать, да? Хорошо. Будет его возвращать. Ой-ой-ой. Оп. Готов. Оп. Ну, и чисто хорошо. Хорошо, как говорится, вот это дело. Хорошо. Хорошо, да? Пойдет. Запоминайте, ребята. Если что, пару точек я вам покажу в этой каточке. Где можно делать такие вещи. Вот это вот так вот сделаем. Подфармим. Ой-ой-ой. Делаем вид, что мы... Ой-ой-ой. Ну, типа, мы дурачки, но... Вот так вот. Ой, не закинуло. Должно было закинуть. Вот сюда направляешь, закидывать должно было. Повезло. Эх, ладно. Вот здесь, когда герой становится, вот сюда. Нажимаешь. Должно закидывать, вот здесь багаться. Эх, не закинуло. Я так сфидел еще. Ладно. Но это была экстренная такая ситуация, в которой нужно было пробовать это делать. Потому что... ПТ на силу, бро. Нормально, выжил. Трал солирует там. Гоу ребятам помогать. Или на топ все-таки пойдем. Гоу пару вардов. Гоу парочку вардов. ТПшка откатит. Да, в принципе, пешочка может. Да, уже ТПшка есть. 8 секунд. Сейчас пойдем помогать. Чаржи возьмем. Более агрессивно будем плейать. Просто хочется позакидывать. В отдельно там, когда на двоечке буду играть, игра будет, по идее, активнее. Может и позакидываем. А, Незер Страйк я сделал. Ему. Че произошло? Ничего. Просто чуть-чуть урона нанес за спину, портанулся и умер. Найс. Ну, это все. Вся игра. I love you, baby. Сларк Креветкович Лотар уже. Имеет. Креветка уже Лотар имеет. Это плохо. Я могу сейчас очень сильно подставиться. Так, боны. Будем душить что-нибудь. Кто вместе? Пацаны. Ну, я не танк, правда. Но могу что-то сделать. Сларк тут под инвизом, да? Это гг. Я тут сфижу. Я тут сфижу. Блин, но я в пятерке. Я трал, пожалуй, ста. Играй как пятерка. Я не буду варды покупать. Ну, серьезно. Жесть. Ну, начинается веселуха. Имбаланс берет свое. А что, спеллов нету? Бары, чаржа не украл. Незерстрайк вонючий украл. Что еще тут есть? Тут толком ничего. Вендры только веселые спеллы. Да и все. Самое интересное против Пуджа играть. Но тут не факт, что веселое будет. Не факт, что что-то веселое будет. Ну, посмотрим. Хорошо. Шекеля. Шекеля засунул. О-о-о. А это что там такое? Криветочная. Ах ты, крыса. Ну, не уйдешь. Я еще подвижу его. Найс. Йос. Оп. Хорошо. Станчика украли, Станчика дали. Так, что нам делать со Сларком? Которого мы не убиваем. Это, конечно, вопрос. Конечно, вопрос. Без анимаций кастается, кстати. Сплитер. Сплитер. Плинтер. Ее с фиссурами там городит. Го, здесь варт ткнем. Угу. Хорошо. Здесь варт ткнем на подходах. Креветка. Работает. Креветка работает, так сказать. Ну, сейчас Бара, наверное, на мид побежит. Ууу. Вот так делаем. Ой, какой стан. Какой стан я дал. Го дальше. А, нет, все. Отбой. Какой хороший стан был. Что нам нужно сделать? Я буду делать Юул. Нужен Юул. Тут от Бары. Сентри вообще нужны. Даст им нужны от Креветкуса. Креветкус напрягает очень сильно. Ребят, потная катка будет. Но ничего, мы справимся. Мана, в принципе, у меня есть. Ох, блин, ну я не могу, ребят, Сентри не купить в такой каточке. Ну, блин, ну, серьезно. Так, если задумываться. Сентри я не могу не взять, ребят. Но это зашквар. Ну, прикиньте, играть против Сларка без Сентрия. Ну, это же чисто луз. Это же чисто луз. Так, я могу сейчас делать комбу. Первый стан. Какой стан? Двоечка, да? Ладно, не хочет. Это настоящее, если что. Что, отпускаем просто? Так вот, да. Ой, хорош. Вот так вот сделаем. Оп. Хорош. Боже, креветку туда же. Ой, ой, ой. Но я Сентри уже не буду ставить там. Сентри уже там ставить не буду. Прикиньте, какой хитрый. О, а есть же Глимс. Глимс в единичку. Глимс в единичку. Вы поняли, да? Блин, стан хорошая вещь, его лучше не выкидывать. Так, я раскачал для своей команды Ауру. О, там трала задушили. Всех сейчас там душит. Не, не будет душить. Там, кстати, Найкс молодец еще. Инфест бомбой пользуется. Но я догадался, что этот гайд будет фановый именно. Потому что вот это чисто... Это, блин, не настолько серьезный герой. Там как Керри, знаете, там надо серьезно ласхитить. Там чисто по фану бегаешь, фидишь и все. Найс герой. Найс герой. Ребят, кстати... Дойдут руки у меня. Решил я для себя. Будем тестить каждый спелл. Какой спелл имеет свою специфику на Рубике. Так что все будет, ребят. Ждите просто. Видосик. Ну, я сделаю... Я сделаю гайд. И через денек, наверное, полтора выйдет видосик с всеми скиллами. С всеми скиллами доты, как они работают на Рубике. Которые в раз. Порвать приходится будет. Тогда пропусти меня. Ты их так хотел застилить. Поваршот еще украл. Так, гоу, Тауэр. Тауэр, пацаны. Маны, конечно, нету. О, маны чуть-чуть есть. Хорошо. Почти юлечка имеем. Хорошо. Отличненько. Монетка. Монетку забирать. По-моему, насорчит у Боника, да? Да? Молодец он. Молодец. I love you, baby. Мне чуть-чуть до юла остается. Буду очень быстро. И дальше даггер возьмем. Потом постараемся... Сделать... Так как мы четверка, мы вообще должны... Делать... Что-то типа среднего билда, чтобы под сейв был. Посмотрим. Юльчик по-любому. Юльчик по-любому сделаем. Юльчик. Юльчик сделаем. Чтобы было покруче, по-интереснее. О, регенчик. Я заберу. Я заберу. Так, вардики кончили, да? О, хорошо. Юль, гоу. Гоу, два варда. Денежки есть, в принципе. Ну, я тут... Я тут... Вот так вот, ДНД, напишем, чтобы не беспокоили. Я сижу, как бы, ну, ребят, с вами общаюсь. Конкретно на гайд, чтобы ни с кем не общаться. Чтобы не было такого. О, там еще и найкс. Нет, так не пойдет. Юльчик есть. Хорошо. Хол ищи там у кого-то. Там просто... Сларки, да? Сектор. Приз на барабане. Вардика к нем. Вардика вот сюда. Гоу от этого пацана. А че спите? Че спите? Е сразу бы прыгнул. Ой-ой-ой-ой. Так, вендрочка пришла. Хорошо. Сларк тут ходит. Не, Б. Нас тут слишком мало. Слишком мало их там все они уже. Они там уже все. Они там уже все подошли, а у нас тут мало. Так, обсервики есть у нас? Центричок. Сларк Скади. Как убивать вот это говно со Скади? Вопрос. Чадл Дэнс зашел. Хорошо. Я подниму его. Правал, если бы Глим скачал... А, нормально все забрали. Иди сюда. Шекель. Ой, хорош. Но я все равно не достану, да? Ладно, сделаем так. Хрен с ним. Эй, сор. Это не я. Да лол. Оп, сделаем вот так вот. Ой, я че сделал. Ну, пойдет. Пойдет. Инфест. О, найс. Окей. Окей, инфест, тогда инфест. Заладим в крипа просто. Ай-яй-яй. Вот так делаем. Нормально. Инфест, так инфест. Базара нет. Инфест, так инфест. Так, далее дайгер нам нужен, ребят. И че-то нужно, нужно украсть. Блин, я чардж бары хочу на самом деле украсть. Ну, вот так вот, типа, я хотел сделать. Барочка, друг. О, сайленс на мне. Вот этого. Ох, надо было его поднять. Че, подниму? Не поднимается. Поднял. Гону виндру. Оп, хорош. Приветка. Так. Вот так вот сделать надо. Хорошо. Я помогу, друг. О-о-о, бай-бай. Прикольно. Я простаню? Не успеваю, да? Ну, сори. Я сделал все, что мог. Что мог. Бежать надо. Бежать надо. Что мог, сделал? Сори. Ну, рили, что мог, ребят, сделать. Там, ну, инвокеру. Я уже не знаю. Там, юл уже, как бы. Какое? Можно было додать. Оп. Хорошо. Хорошо. Так, 15. Найс, ну, там, левела по Апале. Левела по Апале. Гоу. Теперь, тпшечку. От Сларка надо. Гоуст сейчас купить. Гоуст купить от Сларка. Вот это вот. Фурбл Газол Асхитить. Эй, как хорошо. О, Бара у нас в команде теперь. Хорош. Хорош. Бара в команде у нас есть теперь. Так, отлично. Это же, блин, я не знаю. У меня на самом деле настолько весело. Это, она потная эта игра, но она веселая. Реально. Тупо из-за того, что... О, гоу. Все. Летс гоу. У нас Бара в команде есть, пацаны. Бара в команде это полпобеды. Бара в команде это полпобеды. Ну и ульчик есть, чарж есть. Все нормально. Есть сэнтри какие-нибудь? Дасты. Если подбайтить, подбайтить на инвокера сейчас, Сларк вылезет. Он, наверное, на меня будет нападать. Гоуст возьмем сразу. Гоуст возьмем. Хорошо, сын трючок есть, да? Главное тут ловкость рук. Тык-тык-тык-тык, быстренько. Хорошо. О, вот он. Вот она ловкость рук. Оп, хорошо. Хорошо. Пойдет. Могло быть и хуже. Могло быть и хуже, ребят. Инвокер тоже кнопки нажимает, красавчик. Гоу, в магазик зайдем. Хорошо. Че инвокер интересует? О, метеор бласт. Метеор бласт. Хорошо. Он, чашка, скоро пропадет. Вообще, аганимчик можно сделать. Но есть гаста, кайфуем. Инвокер, молодец, хорошо кастует, в принципе. Ну, доминация идет, че мы... О, Сларк где-то тут. У меня есть все от Сларка. Братан, держись. Все задиспелил просто. Все задиспелил. Ой-ой-ой. А я Юл ничего не нажал даже. Шесть. Это тут моя ошибка. Я Юл не нажал, ничего не нажал. Надо было Юл сразу нажать. Ну, ну, ничего, сейчас реабилитируемся, ребят. Наша задача это быть в максимальном количестве ассистов. Эта катка именно ассистерская должна быть. Именно по ассистам тут должны душить. Shift, QQVR. Просто мы не вместе. Вот и все. Он и мид. Е стоп. А мы низ стоим. Гогем, наверное, возьмем. Ребятки. Будем... Надо кастовать. Надо нормально кастовать, а не так, как я. Почему не нажал сейчас Юл? Не знаю. Ну, относ был. Да, относ после относа. Я не знаю, я замешкался. Или я замешкался, или там, ну, не успевал уже нажимать, ребят. Не знаю. По-моему, в стане там был. Это забавно. Я не знаю. На рубике играть это весело. В принципе. Но нужно понимать и нужно что-то знать. Так. Хорошо. Мифрил, Дезоль. Че вы кидываете артефакты? Че вы артефакты вы кидаете? Так, да, секунду, дай его так, кемточка. Ну, тпшка, но без варда. Ой, без варда, без тпшки буду. Хорошо. Давайте кем. Кем есть. Креветка очень много артефактов. Очень много. Чем убивать, непонятно. Причем резко. Резко арты появились. Хорошо бы шекель было этот взять и вязать жестко. Вязать жестко. Боже. Какой же противный сларк. Ой, закрыл он его. О, чарж. А можно на юл себя поднять? Пожалуйста. Жесть. Просто я не вышел. На юл я так и не поднялся. Коник умер. Найкс гем забрал. А, где гем? Кто гем забрал? Ес забрал. Кого? Курук. Ес. Жесть. Лиз. Вместе. Не солируйте, ребят. Вместе надо. Сларк победит вас. Без вижена вы че? Да, гем сейчас забирать надо будет. Оп. Готово. Креветка. Ну вот не хватило. Нет у нас вместе команды. Вот поэтому сейчас под подохли немного. На меня чарж нажался. Я даже юл не успел нажать. Все. На базу. Я даже юл не успел нажать. Пойдет. Вместе просто собраться. И все. Я вон. Я не могу ничего юзать. У меня хп не хватает просто. Я на юл себя поднять даже не могу. Я с комбата не выхожу. Я с комбата просто тупо не выхожу. Меня держит. В постоянном таком напряге я не могу ни юл нажать. То есть встан. Хп нужно. Вообще желательно через блатстоун надо будет билд. Я так думаю сыграть. Хорош. Забрал там инвокер. Нету кнопок у меня брат. У инвокера есть даст. Там медведь бомба. Скорее всего. МГГ. Хотя нет. Сейчас будет куку в рв. А, был уже. Вместе. Надо. Вместе будет проще кнопки нажимать. Намного проще. Хорошо. Бонник там солирует. Генчик. Изоль со вторым скиллом Бонника. Все работает. Что там не работает. Там работает. Сразу видно кто видосы не смотрит. Сларка мы за этот не убьем. Хотя в принципе если за эхо. Стан. Стан. Я стан. За такое время дизейбла мы его мне кажется изрешетим. Со Сларкой ничего не хочется воровать. У него там даркпак только будет. Все. У него такой даркпак будет. Ждем Вока. Надо Воки рождать. Стан. Хорош. Нормально сделано. Растанем. Еще раз простанили. Да? Он слишком жирный на Сларке. Слишком жирный. Слишком жирный. Отлично. Ну почти на вставочку. Почти. Хорошо. Но маны нету. Манки нету уже. Смотри какой жадный. Дайте добить его. Не дали добить. Вару. Нормально кстати. Без инвокера подрались. Вон с Ларка как раскайтили. Ларка как раскайтили там. Не знаю. Для Бладстоуна поздновато. Не видно было. Но не видно бро. Ого. Айс. По таймингу четко стан закинул ему. Акрацуба это называется. Вообще лучше. Вот я думаю через Бладстоун. Просто ребят. Честно. Я не знаю какой билд актуален. На 85. Будем методом тыка. Ну вот типа Бладстоун. Но Бладстоун в четверке. Но видите. Сейчас денежка есть. Трисчерта. Либо Актарин. Актарин конечно. Поздно. Ну не поздно. Актарин никогда не поздно. Актарин никогда не поздно. Стану четкий. Четкий братан. Стану держи тебя. По таймингу. Минус две стороны. Давайте сделаем Актарин наверное. Нафиг Бладстоун. На такой минуте. Бладстоун на такой минуте. П. Идеально. Идеально. Подрались. Хорошая драка. Но было бы круче. Если бы прям лучше кнопки нажимались. С комбата не выпускают пацаны. Гоуст я вообще не жму. Это как-то не чувствуется. Что он мне вообще как-то полезен. Гоуст вообще как-то не полезен. Нету ситуаций где меня бы просто зацепили. И душили. Зацепили прям вот знаете. Ну вот. Были ситуации. Но я просто с устану не выхожу. Или плохо нажимаю. Ладно. Не суть ребят. Мои в любом случае это ошибки. Смотрите гайды. Учитесь на моих ошибках. Все будет норм. Так. Есть Актарин. Let's go. Актарин есть. Гоуст. Юльчик. Иесик умер. Да? Иес. Брат. Ну побежали. Попробуем. Может успеем помочь. Таггер есть. Уходит. Да? Бара по любому. По любому бара. Будет бежать на него. Бежать. Волосы назад. У бары. Вот так вот прям. Я помогу друг. Все. Я тут. Я тут. Тыща маны уже есть. Тыща маны есть. Гоу. Сушить. Тысяча маны имеются. Опа. Ча. Ес. Брат. Ну простанил. Еще простанил. Хорошо. Забираем эту приветку вонючую. Отлично. Слишком много. Оп. Хорошо. Хорошо. Ну блин. Вот так. Вот так со станом работать можно. В принципе. Вообще по кайфу. Со станом работать можно. Со станом работать можно. Кто там еще живой? Кто еще живой? Иди сюда. Дорогой. GG. Ну ребята сдались. Ребят. Такая первая катка у нас получается на Рубене. Конечно да. Ошибок много. Но тем не менее. Катка веселая. Рубик это веселый герой. На четверке сыграли. Возможно даже три игры в гайде будет. Потому что. Ну я думаю может и три сделаем. Три каточки. Вот в четверке сыграли. В принципе. Выформили такие артефакты. Файтами. Молодец инвокер. В принципе вся команда очень хорошо сыграла. И мое дело было. Это максимальное количество ассистов. Плюс скиллы. Я считаю что ну. 60 процентов игрового процесса всего я отыграл. Поэтому вот такая вот тема друзья. Что ж. Погнали next. Сейчас поиграем еще раз в четверке. Я думаю сыграем. Чтобы было весело. Ну и конечно же потом сыграем через центральную. И нужно будет по-любому собрать аганим. Но тут по сути воровать особо и нечего было. Стан. Лишрака. Чарж бары. По кайфу. Да и в принципе все. Погнали next. Опа друзья. Загрузилась у нас каточка next. Будем играть далее. На четверочке рубики. Братцы. Четверочка. Рубик мне очень понравилась. И хочется потненькую красивенькую игру. Поэтому берем сразу рубика. И идем. Закупаемся также через вардик. Аккуратненько. Вардик берем. Цирклеточка. Две вот эти штучки. Конечно вэшка цэшка. И погнали. И погнали. Четверка. Напоминаю что такое четверка. Четверка это тот персонаж. Который разделяет полномочия пятерки. То есть разделяет. То есть можно по договоренности. Братан давай я куплю вардик. А ты по фидиш. Окей. Все. Берем телекинезус. Телекинезус. Я 4. Вот так напишу. И идем на низ. Посмотрим. Надеюсь возьмут интересный герой. А ведь. Блин хочется чтобы что-то активное было прям. У инвокера там воровать. Ну санстрайк можно. Санстрайк можно у вокера воровать. Сейчас посмотрим как ребята будут отыгрывать. Может еще на низу кого-нибудь позакидать. Так. Все идет нормально. Все отличненько. Картиночка хорошая. Картиночка хорошая. Только тут мудачина какая-то непонятная. Ну ладно. Так. Ну что ж. Бонжур. Репта. Давайте. Зевса шамана. Вивера. И. Кого еще можно? Шторм. О. Шторм это вообще. Шторм это такая классная вещь против. О. Минер. Опа. Кстати это годно. Мы сможем своровать минки. И даже об этом никто знать не будет. Аккуратненько где-нибудь ремоуты понаставим. И как бабахнем рамбагу. На вставочка. О. Тускар. Кстати с Тускаром проблемы будут. Тускар очень жесткий накат. На меня. Будет делать. Тускар накатываться будет. Так сказать. За моих братков. Шайпер. Там пацаны идут. Газуют. Я ВБЛ. Я уже давно так не слышал. Это ВБЛ. Слизерин. Вот такое. Кто еще там будет. Ну хорошо что милишники. Милишников легко обоссывать тем что буду вот сюда швырять. Закину. Отойду. Закину. Отойду. Так бы не делал. Сейчас посмотрим. Так. Минерчик работает. Да. Минерчик работает во вторую смену. Хорошо. Кого ластом пикнут. Опа. Отлично. Баунти забрали. Оп. Вардик сюда пкнем. Погнали. Оу. Слордарус. Слордарита. Промах. Ну рандом разделит чейфраг. Вот так вот. Вот так вот. Ой. Ой. Успеваем? Неужели еще успеваем? Ай. Накат есть. Да ладно. Сириус. Вот крыса. Прикиньте. Заши его. Бей. Уже не уйдешь. Добивай. Все происходит. Нафиг убегаем. Типа делаем вид, что мы дурачки. Ты на приколе на Слордаре что ли? Что происходит, пацаны? На Слордаре пацан на приколе. Опять сюда же пришел в эти же грабли. Тускара нельзя сюда закидывать. И тускар куда-нибудь откини, потому что он вытащит с Лордара. Нормально. Вот так и стоишь и фармишь, ребят. Хорошо. Ах ты крыса. Оп. И тебя вылечим. Ах ты крыса. Ах ты. Такой. Прикиньте и не заберет спека, да? Ай-яй-яй. Вот это крыса на инвокере. Я забыл про вокера. Стоим, тычкуемся, потому что такой момент надо примерно разделять хитпоинты. Понимать. Прикиньте, что туск сделал. Крыса. Так, ладно. Очень много хпы потеряли, но пацаны там тоже хпы много потеряли. Поэтому возвращаемся к фарму. Шадоу Финда взяли. Ну такое. Ну, начало уже прикольное, в принципе. Повоевали. Повоевали. Сейчас сапожок есть. Солринг. А-а-а. Так, вилочка. А инвокер только овны же делает там. Это плохо. Инвокер овны же делает. Так. Мне нужно вот это ров... Э-э-э-ринг оф протекшн. Спека тут не сможет подфармить, поэтому мы должны подфармить успеть тут. Оп, хорошочка. За календор. Давайте ману принесем. Еще соло-ресипи можно взять заранее. Что, это все... Это и все мои артефакты, которые мне нужны будут. Больше мне ничего не нужно будет. Самое плохое, что жесткий закат у них будет на меня. Оп, добил. Хорошо. Пайпетинг. Ой. Плохое слово сказал, но да ладно. Ха. Немногие поймут. Я Петя. Фордар, пойдешь в магаз? Браза, гоу магаз. Ох, что, слордар. Прохарасим пацанов. Но они, если на катом залетают, они, мне кажется, меня обоссывают прям на изи. Надо их харасить. Прям так хорошо харасить. У меня 600 хп всего. По душе его чуть-чуть. Хорошо. Я пошел на руну. Я пошел на руну. О, туск пошел на руну. Сладариху можно попробовать убить, но телекинезис когда будет. Вот так напишем. Хорошо. После пятого алхимик готовится на врыв. Если врыв будет в меня, то я сразу умираю. В принципе. Опасно я стою на ничего. Пусть поднимать не буду. Не, не, не. Если в кучу крипов, да. Вот типа вот сейчас момент. Не, уже крипов все. Чуть подхарасить в пол хп. Но шанс простанет. Все равно телекинезис не раскачан. Сильно. Успеки не особо фарм хочется забирать, но... Оп, станут кинул. Побежал. Успеки не особо фарм хочется забирать, но... Мне нужен транквилл. Стоул. И погнали. Хорошо. И вот я нагло его тычкую на вашей паттешке. Он в шоке. У меня, в принципе, транквилл есть уже. Но тузка что-то бычет там, спека. Ого, я помогу, если что. Опа. Вот так вот делаем. Как кейсы настоящие. Давай-давай-давай, работаем. Ах ты, крыса. Ну, поделим дэмэдж. С этим, с инвоком. С настройка. Хорошо. Санстрайк. СС. Аккуратно. Инвокера бы погонять там. О, ману восстанавливаем. Возьмем вот так и тпшечку. Тинник что-то у нас очень плохо стоит. Тинник, братик, что-то. У нас очень плохо стоит. Восьмой левел инвокер. Это проблема будет. Прям жесткая. Опа, Свардариха. А сюда пошел бы Свардар. Че ты? Че ты? Че ты Свардар? Иду. Тинник. Печально, конечно, что Тинни так подвидел инвокеру. Ошибается, видимо. Вот так вот делаем. Так. Вот это проблема, конечно. Вот так вот, значит. Так вот, значит. Инвокер в лесу ходит. Медосить. В принципе, нормально. Вот так сделаем. Ля, если бы он меня сейчас кинул. И обойду. И убьем. За спекой бегают, да? Блин, спектру сэвид, стос. Маны есть. А, я понял. Санстрайк будет, да? Брат. Килинс Дайгерович. Печалька. И с Тинником ничего не сделали. И спектру я заруинил, можно сказать. Вот плохо мидеру помогать идешь. Мидер. Не подождал. Ну, я не знаю. Тут проблема позиционки. Возможно, там даже вард есть. Возможно, даже вард есть. Там санстрайк, кстати, можно инвокера украсть. Шестой левел нужен только. Не пушим линию, чтобы спека пришла не на запушенную линию. Так, вот. Мне главное левел сейчас апнуть и все. Давай, братан. Формируй. Хорошо. Остается один Крипиус. Отлично. Все, есть шестой. Бьем сплэшем. Хорошо. Хорошо, инвокер. Молодец. Пойдет? Пойдет. Гон на топчик. Есть у нас салринг, ребят. Ну, блин, спека опять умерла там. О-о-о. А-а-а. Вот оно че. Печалька. Я колдс с уколдс на помшо. Блин, я забыл про минера еще. Я просто думаю, что мне нужно спеке помогать. Нужно помогать. Мидеру немножко помог. Сейчас что-то там вроде посуетились даже. Но все равно он его сам убил. Блин, я про минера забыл. Мины вот здесь в магазе были. Руну. Нужно вард поставить. Столько суеты, столько от меня. Сейчас тут зависит. На самом деле. А я вот так вот, видите, подфиживаю. Тоже неправильно. Ничего. Сейчас изменим всю эту тему. Блокеров. Прибить бы еще. На низ пойду сейчас. Будет по-любому закат сейчас на спектру. Надо помочь. Слардара укрась стан. Подстанет. Седьмой левел апнуть бы еще. Круто было бы. Опа, вот он, вот он, вот он. Хороший. О, амплификацию украл. Не то украл вообще. Вообще не то украл. Забрал. Уф, задушили. Амплификацию украл. Не то украл. Эх, обида. Очень большая обида. Амплификация тоже хорошая способность, в принципе. С ней можно работать. Я думал на краш. Я такой, вот смотрю картинку. Периферии, смотрю, вроде что-то там есть. Что-то такое, вроде как краш. Нет, это не краш. Чальк. Хорош. Блокера. Слардар. Блин, там плохо, что минер работает где-то. Вот я боюсь опять сейчас взорваться. Так вот сделаем. Минера видно было. Минера было видно, чтобы... Хорошо. Что нам дальше надо? Вообще, желательно, ЕУ нужен нам тут. Желательно, ребят. Пуски. Погнали на низ. Погнали на низ. Желательно нам тут дагерок нужен. Ну, такая дамагерская катка, на самом деле, будет. Пацаны ходят там с лордар. Дагер бы. Круто было бы. Круто было бы с дагером, конечно. Что? О, мои братья. О, мои братья. Это было бы. О, мои братья. Минер. Ага. Ах ты, крыса. Ах ты, крыса. О, мои братья. блочу как могу ребятки не 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 это размены блин я какой-то табличку про она пропала все на видели табличка была табличка была инвокер может подсобить и сэфу там счастиков много 6 у меня шар есть подходим 2000 есть почти дагер надо у минера украсть минки 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 мы сейчас тут заминируем и те нибудь че не заминируем и будет круто с ним порти второго меню играть будет он минер да хорошо но мы сейчас таковар снимем здесь пойдем хорошо ими не разминируем как раз у нас мой короче будет санстрат долл угол жесть чем происходит не надо убивать меня это хорошо живем пока что хилимся у нас он строк не наступить бы еще не задушить бы с лордар с лордар краснодар хорошо идет почти дагер есть шарт украл погибни рож томасы у ее ее не надо банки нету я закрою его если что не достану достану ух как хорошо то просто свежайшие мины 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 хорош перекрыгнул отлично о регах то что нужно надо мины у меня украсть все мины у минера аккуратненько подукрасть инвокер внизу вог окер так дагерочек внизу вакер чё там ухагага ним 13 левел молодец молодец хорошо имеет хорошо там чемис еще бегает так отлично отлично гоу пару варда блин куру не могу выцепить варды нужны и могу куру выцепить мне кажется инвокер шесты будет все равно оставаться пытаться насолить вайпера попайте если вайпер я подцеплю огнем у шар дома под закрою под закрою нападу вайперский подбайки сразу в инвестиция понял базар ручок угол блин надо 11 зря без меня снимает крысы в одиннадцатый с минером какой-то минер эти варбинг жестких даггер есть это радует хорошо где там пинер чик ой мне гг я так и знал что не нужно подставляться вот так узорвем да еще санстрайк запарил запарил блин этот инвокер только килинг спри я не знаю там табличка высвечивается через эвку взрывать пришлось через руку взрывать блин я только офигенный спел украл этот инвокер опять меня за фокусом у него санстрайк санстрайк бьет чистым плюс там 6 почти 500 с лишним урона 14 level экзор замачен 500 урона у меня 700 хп просто больше половины хитпоинтов он не сносит он меня уже сколько вот три смерти по внутри смерти от инвокера санстрайка опять же за девардим вот эту тему все и нужно поставить ворды и все и можно мины где-нибудь ночь будет мины можно будет подставлять аккуратненько об как я номинирую так nice что там у и сэфов можно давайте ксф упрыгнем со спойной на низ надо было идти я еду ду 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 эту песню знаете чай ником печалька ладно отбив левая юльчик вы сделать вообще как прошлой к точке делали билд опасно можно взорваться вот здесь воркнем воркнем хорошо так вот тут у меня один центре всего хорошо он не пригодился до еще shadow в разе украл у меня есть нету менты значит взорвусь shadow в разе арт-стейдж то ли сэр так мансит опять реюзан любви вообще саппорта не уважают здесь в этой игре саппорта вообще в этой катке не уважают в этой катке не уважают саппорта ваш пи с вардами бегаю как дурачок но я типа ну я четверка но приходится видите максимально отрабатывать жесть дайте центре хорошо вижу хорошо постой успех про молодец понимает чё хочу амплификация я сейчас просто умру с панча просто с панча умру вот метовый герой что значит и с лордар ушел да их но я вонючий саппорт называется в этой игре просто хорошая игра но она руинится тем что мне никто под саппо не поможет больше варды ставить и буду все напишем вот так пусть пацаны ставят а то саппортить всю игру я блин я хочу что-нибудь качественное сделать какой-то когда хороший красивый кита мувы а меня заставляет максимально вардить это же плохо это плохо еще не факт что выиграем от нас от саппортинга который я стараюсь сделать потому что блин ну жесть тускар под амплификация просто уничтожение моей жопы чё делать это жесть минера надо выцепить и минер он где-то ставит мины надо его найти и тоже ставить вот и все задача где-то вот здесь ставит по-любому внизу локер на топе вот здесь сейчас варкнем так сделаем нету да блин хреново вардар да хорошо с вардара можно чем-то амплификацию с вардара можно украсть чё будем убивать я могу напасть на него сф сф туск амплификацию дал одному но я точно не танк тут чтобы нападать точно не танк пацаны держите в курсе тут с амплификации я подкинул счет минус армора дал ему а можно ему кнопки нажать рож меня рвану пану мне надо мину пасть у него на ли как раз минирует надеюсь не взорвусь а и он минку а ремонт и хорошо вот и побежали это где-то где-то он наверх ушел до плохо плохо блин варда без вардов тут не выиграем эту игру просто по факту из вардов никак не выиграем я от меня тут варды нужны жесть как такая катка что у нас саппорта нету нас секерри это не кайф тупо в саппи бегать 028 не кайф ребят это ж не контент для вас контент и так и да как можно выше когда чтобы вы прям таки он аистом а здесь профессионал просто волк о мой центре помог опа вот он мы сэндре поможай сэндре поможи-поможи гост волки его прогуляемся а чё на меня ты что от криса чисто самое натуральное тут тоже по-любому по любых вам отвечаю так века 2к есть нам бы огонь и мы как бы поднять и минера найти видай да да понятно делает я кликал что там мин не дай как хорошо руст волк руст волк это хорошо где минер покажите мне минера а вот он по то что нужно то что нужно все let's go делать грязные дела из забегу они они только не сэр только не сэр не там нет смысла нападать так чем минируем внизу тэшку надо заминировать знаете почему потому что там пуш пойдет погнали время у нас немного раз да есть кнопка эвки ой ну как так так неинтересно блокер всю игру free farm плюс герой такого него скиллы поворовать блин когда получится удачный гайд записать бывает до игры конечно 5 на 5 но вот в этой игре конкретно сама изюминка что инвокер free farm стоит это метовый герой и с него я тоже много скиллов беру тоже много скиллов беру но крыса короче свет вырубили небось ох реконект сыграем на и сыграем на и сыграем я минировать такого вы ловила ремонта 1 опача минус тени мне не спалить бы ремонта вот по я сейчас спалил но нужно аккуратно дальше подставлять отлично 2600 имеем сколько 3 до макер потопу ну что вот так вот надо вот и плюс 1 надо много много на одном она регенится нормально вот закуп 2 манки я тут проставлю сейчас на деф он локера полторы тысячи хп сколько по 300 урона 300 это 250 опять даже алхимик туда же пошел чистофит контора но блин я пятерка типа тут но это не четверка это пятерка full full саппинг это пятерка вообще не кайф уча я могу сюда нами не завести их тупо про их еще надо бочек еще бочек еще над прикиньте если они сюда втроем закатятся типа это будет же джи джи это будет так но нужно спрятаться спрятаться пусть мана восполняется с данной сф это слишком жирно бы мне интересно взорвутся они если я поставлю ладно опа не оно такое фейл конкретно конкретный файл пускар перекатился надо было сюда в мин и зайти блин какой же тупой если честно жесть у меня такие возможности в моих руках но я ими не пользуюсь я ими не пользуюсь я еще мог до этого взорвать а когда героев стане я не смотрела ладно смириться с этим и жить поехали go вместе я блин ребята ребята я не могу покупать себе что-то из-за вардов ваших вы можете кто-то разделить со мной роль четвертой позиции вот так спросим я могу спасибо потому что но это жесть я под тебя его запихну я под тебя его запихну свар дариха хп не сильно много у меня кстати а я убил объем полwszy но меня накатывается и дай бог коньба и на меня огурены на меня не дай бог потому что это бегает сразу я таверна оу найс инвокер мхау сф а есть шарми по закрываем нафиг сна сна инвокер овске боже какая же это имба прикиньте вот просто 522 м с а нечем зацепить вот просто у меня вот так вот вот я все сантрих бухал сюда просто имба имба инвокер так нужно найти минерчика украсть у него будет будет ремонту подка воткнет я украду я считаю что алхимик мог лучше отыграть данной ситуации алхимик брат ты чё сам струцкий я на базу сам струцкий сам струцкий его фармить сан страйками что делать магазик струйки алхимик мог сразу станут кинуть не знаю но это все равно что я мог мины взорвать ребят тоже так судить плохо отыгрывается на игра тяжелая сама по себе это чувствую тем что тут доминация идет со стороны оппонентов у них так сказать все намного лучше чем у у них намного лучше мне кто-то обходит зафокусились нету кнопок бро рог минер чик об типа на вставочку взорвали меню раз на страйку потому что с.ф. с.ф. а я не буду взрывать гем вообще можно взять сейчас можно конкретно в этой ситуации уже в этой стадии взять гем почему бы и нет и дай ах ты крыса собрала прикинь лак рите тут от руки надо вешать еще пацаны я мини инвокер о щит только нет и только нет не надо это гост волк но мне не нужен абсолютно что там инвокер около сна ремонт минус отлично отлично за дисплеем все можно душить хорошо так надо где-то на общем хрен с ним тут чисто фарм . выстроим тут фарм . мин понаставим только уж 2 а и так она у меня 3 должна быть и на это 3 должна быть это круто сейчас будем подфармливать рожь что будет подфармливать вайпер не видит вообще хорошо и дай только слышно вайпер лопается три мины это примерно сколько 600 по 600 до плюс маны проблема конечно сманы конечно проблема тут бы уже доставить их а надо линию толкать постоянно опасно двойпер может напасть латстоун вообще классно бы зашел бы чисто хэмп и все как надо все уже кто-то идет пускай они взорву у него слишком еще 800 еще 1800 вот так вот еще еще фарпостик мана нужно жестко сейчас воткнем наглую пока никто не видит но днем лучше не минировать ну а чё сделать сделать что-то на ригенчик вы да вот это взорвем рвем толкнем линию нами дует все что можно будет прям бабахнуть нормально можно будет бабахнуть нормально так он на топе а на виду никого нету да никто и не увидит сейчас суета поэтому вставим ремонту там такая суета на топе до успеха тоже свидетель пятерых заманить сюда если по еще одну минку поставить у меня уже есть надо четверых заманить закатятся пацаны сюда был бы и у круто наиллся поднимаешь и взрываешься который хорошо это жестко рига 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 по хорошие ремонты подъезд у нас жесть реки не сейчас они пойдут они же не будут значит там нет а вот тут поставим инвакера можно взорвать принципе несколько было бы круто взорвать оу джоу-йо у джоу-йо у джоу-йо хорош юдай доминей это не минер это я цены оба вдвоем станете жалко тупанул азиас сколько и чпитом 2 минус тупанул азиас а если я не туплю это не я принципе это нормально расслабьтесь опа ночь ночью минировать можно эту же точку запихаем нормально кстати хреначить эти ремонты жесть и поиграем за минера но играем на рубики вы поняли да играем на рубе не но за минера вы поняли с лордара четверка можно вот этой бахнуть подойдет ближе а вот этому не 1 до локер еще на минусе что под байтите сейчас тут будет весело до походу сюда подойдут пацаны амина кончилась да я такой минус ставлю раз что-то пропадаю одевка такой раз не дает гемчик есть у нас меню арчика аккуратненько к этим найти меня у кажись я тут найду сейчас не меню раз смерть джеймана нет айс волчатые у него ничего украсть не смог чё за хрень в тф ну что вы делаете куда лезем ем заберите не боже забери гем и не такой рак у нас и не рак пацаны я почему инвокера не мог способность никакой украсть увидели так так а нету способности типа приотконченный тени гем отдал можно смело заявить мог забрать лишь печально ладно ничего страшного сын трички будем брать плен 2 было бы герои а сейчас фармливают может кто-то подойдет это подойдет еще подфармить сф какой-нибудь никто не хочет да сейчас взорвем туда хорошо сэф на топе фарм лично стики помойку и ул сделаем нужно нужен ю кучу сэн 3 погнали погнали узк вел туз к то минер минера ничего толком нету левел хорошо успеха умерла зря ну сейчас еще и возможно ю дай будет ю дай ю дашкин так хорошо ну так мы так минер вар сыграем тут по сути какой-то вардов нет вайпера гоним собрал взлетит без гема тяжело будет так там silver у этого туз к карту мы не видим тараска алхимик необычный билд алхимик теник пойман услили молодцы я бычу как о как этот я бычу просто как professional что бегу туда что не знаю зачем это делал привык на король и ребят играть просто и бегаю вперед бегу вперед постоянно зачем-то не понимаю силы зацеп сразу там что-то туда-сюда до фаст финиш по ходу по ходу фаст финиш 50 секунд вот так вот саппорт тени гем не видит забрать не может тускар молодец свою игру сделал алхимик все игру фармит эх вы под амплификация алхимик просто рассыпется нет шанса вообще 30 секунд нет у меня минус мин ну они топ пойдут до 20 секунд давай алхимик заходи нажимай 2 лотар забегай беги дэвся ложечки лотар зайди и почек а что крипок на химике на убейте туз к молодцы молодцы ребят ложечки по удушить лакер выйдет я вы как задушу на низу минер на сэп еще лох поводит пошел но минус две стороны задушу на задушу на да рубик старается ссори мои не стараются ссори мои вообще не стараются не хотят алхимик виноват поражение жестко и вайпер не знаю почему так как-то ну вот на реально я хоть и где-то ошибаюсь конечно но блин ну не как крипочек блин вот это бегу и нихрена не делаю serious бкб бкб брата алхимики с лордара туда же спею хорош его сейчас застанем хорошо опа отлично отлично инвокер живой кстати да да взорвет меня со страйк тут станем стоим а чё пуш ах ты крыса прикинь со стройку джи джи потно 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 концентрение нет эх я мог зацепить но дагера нет и существует я могу прыгнуть клапнуть типа но толку не было дагера я бы зацепил б вы потом не выйдете задрочитесь так ладно 3k имеем вот что вот сейчас она хекс может решить тут что-то за на зацеп максимально мне кажется я его не выформил а хекс меню рабы мины украсть самая годная тема тут меню рабы мины пуске пуске неудобно что приходится от руки аллакрити юзать вообще неудобно и не бкб неудобно стороны от пушины надо пробовать и не кнопку жестко на миду химик брат мы мид пытаемся а ты фармишь лица гоняет пацан надо с м3 принести принести его так вот сделать меня 3k это soul booster в принципе можно сделать айна крип отчетники soul booster ну на актарин я думаю в жир soul ринг можно в помойку не можно а нужно даже я думаю помойку блокстон нет смысла делать рошана можно рошу так аллакрити у нас есть инвокер и 7 теорит украсть нормалин будет быть нормалин нам надо дэв варды дэв варды желательно с открытым рошаном чтобы видно было дероша поэтому дэв варда поздно это плохо очень плохо орчит насладать неплохо пойду топ дефать по чуть мне кажется просто соло сейчас подцепятся ребята и джи джи соло просто ребят подцепят и джи джи аллакрити буду спамить ребятам соло подцепят кого-нибудь и джи джи зайду спокойно мне кажется вайдер грифс грифс аганим 48 минуты грифс аганим вайдиджи че там химик хочет мкб там химику бы аганим и мне бы аганим сделать даю аллакрити вот так отлично какой жирный инвокер щас зацеплю щас зацеплю опа здесь трэп . это трэп вот сна зацепил пацана отлично просто с оливарни сф на топе сладар сомплификации на лице уходит подавится нормально пойдет сори че смог сделал нету дастов только тп сделал оу цари че делает иллюжий иллюжен это плохо но инвокера нету байбэка кстати сори это настоящие сф фига ты псих псих я тоже думал это иллюзия я тоже думал я тоже думал что это иллюзия что-то царю дэмэжи слишком много инкамется жесть блин вот я не знаю ребята так блин вот тени с этим гемом так вот я сейчас вспоминаю типа вот сейчас вроде нормально разыгрываем ну блин как он с гемом тупанул неужели нельзя было гем забрать и как бы блин напрашивается вопрос ребята вроде чё-то понимают как блин вот такие ошибки но я тоже видите сколько ошибаюсь это дата дата без ошибок это не дата в принципе логично но на этом катка на четверке у нас наверное будет добито выразимся так мистика отлично и пышечка надо на полива у нас деф контора travel надо бы хорошая драка там под зацепили зачем байбэк не нужно было бы поиграть хорошо акторин я сейчас будем чуть получше нажимать зацепить бы минера у минера бы ремонт взять и на дефи прямо хорошо пригодятся на дефи ремонт и хорошо пригодятся спортом спринт хорошо амплификацию дал просто уничтожено амплификацию дал уничтожено просто римчик летит аккуратно не летит у нас две коридах я могу амплификация сейчас какой-нибудь инвокера под зацепить амплификацию там подпрыгну чисто за точку телекинезием и подбрасываем а не пик с ним пик с ним пусть идет куру ждем есть иду я там мин это минус пека минус алхимик сейчас будет он все взорвал да хорош хорош на амплификации имеется стеночку поставили и реквай мусол сюда дорогой инвокер там ультанул ой вы поняли бкб нажал надо гидбэкать и гидбэкать в принципе блин там туск еще хорошо что украли колдснап это плохо могу тут умереть могу умереть дефимся оу серьезно серьезно что это такое торнадо так вот делаем серьезно да ладно хорош тут варстей да походу варстей походу убегай надо вот так бежать на неадекватах хорошо все вижу куда можно бежать куда нельзя спасибо спеки спасибо спеки умерла зачем вот это жесткий сурвайв жёсткий сурвайв так хорошо у нас есть торнеида да сатанику эсэфа вардинги а дефю заварнемся летс гоу я жирный меня в принципе пацаны пытаются пробивать не удается когда этот вард пропадет понимает понимает шагу сюда вон там кто то осторожненько надо 5 год туск на топе да тускай гем тускай гем мне торнадо тоже может очень хорошо помочь в этой катке роша там есть да в ходу рошана пошли ну понимаю и уличка хорошо стеночка хорошая а ой не то украл шадоу рейзы хорошо что мы тебя шарды есть дай украсть не дает украсть шарды прикиньте вакер бб вакер бб вакер бб а пускас ах ты крыса ах ты крыса на пускай ах ты крыса на пускай мета имба есть бэбэк метру бэбэк там сейчас все сдохли химик тоже химик что за жесткая катка вайпер там соло не задефит сейчас еще там с лордар подойдет химик братан 1000 золота почти walker 100 сек без бб нормально идет 20 сколько 27 ассистов почти как у спектры ассистов это много это много блин какая под на игра на самом деле жесть мне еще остается на мидере сыграть мидере сыграть вайпер у нас полу сам получается он четверка идет типа с лордар там жесткий порожник отлично гемчик сохранили роша ют также под на к меня ранее хрена нету толком мне нужно сделать travel и хекс желательно но блин мне нужно импакт носить драках жесткий а я не могу я фижа тени до сих пор нет органима да чё на дефах бомбарды когда от хг от дефа гов кажется лучше от дефа играть кажется лучше играть от дефа спеки бы радик бы радиенс плюс тараска с тбм а у я умер хорош власт есть властик так заказывали как заказывали бластик хорошо спринтик отлично там упс лордари хочу дальше не пойду что я его откинула умер ну вот так вот на хаге подниматься в салхима айвс с минера на хвешке подниматься гем возьмите гем лежит гем лежит под ногами блин я такой пупой зачем я туда поднялся ой хороший забрали забрали базилка я мог подождаться алхимика пока он поднимется моя ошибка макро макро ошибка жесть мне в драке просто нужно не умирать тогда будет импакт от меня огон надо и не догон сделай сделай ему синий догон не умри только лагает алхимик кнопки поздно нажимай ай жесткая катка 20 секунд блин мы делаем праги хорошие драки я там тоже нормально раскидывал амплификации туда-сюда там blast но блин не хватает этого не хватает чтобы пойти закончить мне нужно выжить просто и не там огоним тебе мне не нам не хватает этого чтобы закончить игру я должен в живой быть я должен нести гем вот что должно быть у нас может вайпер пусть носит блин вайпер не такой я зацепер дай гем комит нам топ будут ломать там будут ломать блин или у него оставить спека пусть дефит отлично у нас есть возможность дефить всю эту тему спека на дефи спринт вообще не тема боже как достал меня уже отстань от меня на тускари чувачок опять спринт зашов тебя амплификация спринт опять это как так запарил и никуда сейчас тут вся драка будет да ты посмотри за мной просто бегает просто за мной бегает чё там гоу ствол в меню вообще псих раба вот так вот так но тут смерть опы сэф ошибся от трепа все что зайдут кто там пошел химик но ты псих глиф надеюсь где мы еще один лежит жесть пинер чик печально соло я не задеваю конечно и отсюда 40 секунд глифа нет но я тут ничего не его голый трон буду дефить отлично но голый трон остается куда не шло ремонт ремонт куда полетишь к нам полетишь на меня летит ясно геночка деф деф ремонты на дефе это нормально гол сейчас минировать тут максимально ремонты на дефе будем заставлять будем заставлять спить гемо просто алхимик афк встал да найс все гг пошел афк там дрочить курить что хотят что хочет делать так но у меня есть travel travel то хорошо давайте несколько ремонт по пять по шесть вот таких точек сделаем на трон деф на трон деф чтобы если что кто-то прилетел я смог спокойно отдефить по шесть по семь штучек надо вот здесь вот поставить вот здесь вот так вот в круг круг поставим на деф круг на деф надо бы тут эту поближе здесь поставить вообще далековато мини ставлю далековато так этого по идее хватит здесь вот здесь сейчас поставим сейчас поставим хорошо чтобы если в душе ну вообще вот в эту сторону надо ставить ну типа все это такое поставим пока я там в драке должен буду быть должен буду быть вниз бы еще заминировать но тут я просто буду максимально сейчас минировать не знаю по-другому никак а докторе на вообще по кайф и дай меньше по 70 каждые 7 секунд ставлю ставлю низ надо да уго низ низ сейчас плачевнее будет здесь сейчас подоставим спг играйте что бы бэк есть есть мой бэк интересно не сейчас пойдут да просто могу задать фица одной кнопкой 3 так 7 где-то надо 7 плюс минус спека одевается это радует еще есть есть сколько туз к 2 300 еще вот эта минка и нормально и еще одну точку сделаем такую же вот так вот раз чтобы тут он стояла толпа тут так вот и и вот тут вот я не поставлю еще можно еще ближе вот здесь просто блин как же по кайфу меня сейчас дает задеваться надо еще трон обставить есть тут раз два надо доставить и тут сейчас еще шестерочка шестерочка хорошо отлично тут главное не в бкб хуся нажать и вот это надо добить желательно еще вот здесь вот поставить максимально максимально не задавить сейчас по низу пойдут это аегис надо будет выбить нормально в парне я максимально тут ремонтами заставляю тут хватит ремонт вот это еще добьем сейчас они надеюсь по низу пойду до по низу пойдут отлично просто прям вообще должны дефить если гема там нету то очень пока аегис инвокер там еще ремонта вот к нему прости она всю ману просто ремонт этот стал они даже не подозревают что у нас есть мины первую пачку взорвем двоих-троих так сделаем еще тут мега бог в мега бабах сделаем и вот это сейчас варна еще 20 секундного не было о повар 20 секунд надо ставить надо доставлять вот эту всех трон пойдут раз еще две могу вот еще одну сюда и одну надо все это крайне ну максимально час мог заминировать пусть подойдут туда поем 4 все прямо у этого отлично надо не палить ждите пусть от мин ой ребят ну что вы делаете б б б б б б б б б рейнер и Ветца сало дефи, да? Ладно. Хорошо. У меня тут... На минус... Ой-ой-ой-ой. Айс-шарт. Поднимаю. Ой, лакера, есть чего красть? Форджеты. Есть форджеты. Хорошо. Хорошо. Отлично. Зря я столько много бахнул. Очень зря. Очень зря. Ой, как я ошибся сейчас на самом деле взрывом вот этой мины. Ребят, на самом деле. Очень ошибся. Инвокер живой, да? Очень я ошибся. Инвокера мог на эту тему насадить. Но ничего в драке полезного не украл. Шадоу Рейс, честно, там, ребята все. Сами сделали. Гоу Хекс. Гоу Хекс. Эдвокер может пойти закончить просто. А если понизу пойдет, будет очень хорошо. Вот это. Подзарывать. Блин, там гем нужен. Юл в помойку туда. Гем нужен. Хорошо. Юл в помойку. Там уже рез, надо с пацанами. Гем нужен. Второй гем. Не надо мне второй гем. Забери, пожалуйста. Не спуршат без меня. На дефе некому стоять. Вайпер. Трэвел 2, но байбек надо оставлять. Так, меня только не кидай, ты шо. Хорош. Инвокер где-то должен пройти. И бэ. Ббб. Ббб. Найс, уравняли шансы. Потопу. Минера бы мины украсть. Было бы круто. Опа, инва идет. Го, можно зацепить его. Таггер будет. Ой, колдснапы. Бэ. Ой, вот этот алхимик. Раковый алхимик, это... Это плохо. Я могу даже умереть. Есть колдснап. Хорошо. Че, украли? Алла Крити. Ну, для теника Алла Крити как раз сам оттоп. Инвокеру. Че, не кинул Алла Крити? Пошел в жопу. Алла Крити кинем у. Колдснап, инвокер в угге. Хорошо. Колдснап. Опа. Че там у тебя есть, Тускар? Шарды, иди сюда, дорогой. Ой, не успел я. Не успел, Вокер Бэйбэк. Так, пойдет. Пока пойдет. У меня есть шарды, у меня есть зацеп. Есть хекс. Кинг есть, интересно. Кинг есть. Кинг есть. Кинг есть. Я очень сильно подставляюсь, но мне должны помочь. Нет, я не помогу, да? Бэйбэк ТП. Бэйбэк ТП. Погибни. Хорошо. Уф. Хотненько. Хотненько, ребят. 75 минут говна. Честно. Жестко. Ну, задушили так. Пахнет прям. Все, с руки душить. ГГ. Ребят, выпотели такие эту катку? Жесть! Просто. Я в шоке. Жесть. Я в шоке. Я в шоке. Пацаны. Но это жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, что это было на четверке? Сколько было ошибок? Сколько было ошибок команды? Сколько было у Тини ошибок? У Вайпера? У Спеки? У Алхимика? Но мы все равно это сделали. 75 минут. Просто. Минус две стороны. Жесть. Ладно. Я оставлю это без комментариев. На ваш суд. Да, были ошибки. Были ошибки у моей команды. У меня. Блин. Вообще много ошибок было. Но целиком мы пришли к вот такому результату. Поехали на экстовую катку. Сейчас сыграем на двойке. Это уже крайнее. Но дополнением потом выйдет керри. Керри катка. Погнали. Мид. Пацаны, просим мид у ребяток. Что мы должны сделать в миду? Я просил. Я просил. Говорят. Нужно было сыграть на четверке в рубике. И сыграть конечно же на двоечке. Что нужно делать на двойке? На двойке мы так же самое собираемся. Только намного раньше мы должны все артефакты поднять. То есть там аганим, даггер. Тот же самый кстати транквилл будет. И соло ринг. И боттл. Так что вот такая тема. Будем пытаться все это сделать. Ну и конечно же. Единственное на миду мы не сможем никуда никого закинуть. А на боковых линиях мы сможем куда-то подзакинуть. В принципе где-то покайфовать. И по... Чуть не сказал что нужно делать. Что ж погнали. Каточка через центральную. Идем на руну. Может побайтим кто-нибудь. Посмотрим что наберут. Надеюсь не наберут дамагеров и прокастеров каких-нибудь. Чтобы было интереснее на рубике играть. Хочется пуджа, бару. Там знаете вот такое вот. Чтобы прям суета была. О, ульт можно по-моему украсть у него. Насколько я знаю. Ульт аппарата. У меня сегодня было. Я играл короче. Я у луны крал постоянно какой-то этот. Какую-то книжку. В этой книжке нарисован. Там что-то экспектум патронус какой-то. И еще какая-то фигня. Короче бред полнейший. Она короче по-моему что-то доминатор заюзала. И я воровал у нее доминатор. Но это такой бред ребят честно. Блин вот почему пуджа в С не пикнули. Почему пудж берет против клока пуджа. Ну что это такое. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. У нас в принципе нормальный пик активный. У них ну есть что воровать. Ару, Сефа ультимейт, Айс Бласт. Попробуем. Посмотрим. Ну да аганим тут будем собирать. И патронус кстати нормальный будет. У снайпера. Так что я думаю катка будет интересная. Сейчас пойдем через центральную. Центральную нормально отстоим. Главное центр отстоять нормально. И все хорошо. Будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Знаю, знаю. Знаю, знаю. Хэвэфан. Именно. Вот это то что нам нужно. Хэвэфан. Сефы сапоги. Ару не летит. Все, кайфуем. Гоу. Центральную. Где вардик мой? Вот он вардик. Погнали. Погнали. Че там у нас с нами? Сефы. Ооо. Ооо. Дали Сефу душ. Купо бьем. Купо бьем. Души заберем обратно. Хорошо. Души обратно забрали. Ооо. 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 Левел еще прогуливает. Это радостно. Это радостно. Сайта тем. У него сапог просто у Сефа. Он хотел с сапогом убежать, короче. Вы поняли? А мы с сапогом догнали ему и дали Чипалаху. Оп. Оп. Уйди. Куда уйди? Я писал. Я писал. Я мид. Я писал, что я иду центральную. Пусть что-то пришел бычет. От крыса. Братан, ты ему на фидиш с этим щитком. Ну уйди. Руинер. Руинер на пуджи вообще люблю. Все. Вот так вот и пашечку. Оп. Оп. Я писал, что я центральную, и это все видели. Хорошо. Сейчас попробуем Сефу поддушить тогда. Вытвас хитить. Он левел очень сильно забрал у меня, кстати. Я мог уже быть почти вот так вот где-то, плюс-минус. Вот хорошо. Узко. Узко. Вот узко. Узко. Сеффиус, можно слоу-граунда вас подушить немножко. Оп. Хорошо. Кто там? Клоки. Коки-клоки. Так, давайте стик возьмем. А, у меня куру забрали. Все. Поза ручок. Поза ручок. Вот такие тиммейты нынче пошли. Карту не видят и бесятся. К сожалению, такое бывает, ребят. Так, ну что, не забываем про резисты, которые нам нужно качать. Сеф койлами фармит. Это радует. Это радует. По-другому не может парить. Это радует. Хорошо. Будешь дальний давать? Не даешь? Хорошо. Плохо, что я без ботла остался, в принципе. Раннего. Мне придется куру брать. И придется нести куру. Нести курой. Оп, хорошо. Ну, нормально фармим, кстати. Сефу тяжело. Он взял ФБшку. Взял сапог. Ну, у него сапог был уже. Пуч сфидел. Но. Но. Все равно мы его с барой немного принизили. Эх, не попадает. Попадает. Оп, хорошо. Фармим. Фармим. Он, наверное, лес пошел ковырять. Он базу вообще пошел. Там Бэтмен на эсэфе, я так понимаю. Давайте разменивать хитпоинт. Жесткий эсэф. Фармим. И вот этого тоже прогуляем. Эх, вот этого уже нормально. Давайте вот так вот сделаем. Оп. Специально вот так вот, по-крыцовски. Го, вот так вот сделаем. Хорошо. Ребятам курочку дали. А у этого чувачка забрали. Потому что он кака. Так, хорошо. У нас все good. Эдисэф пропустим вот такого. Чапалаху. О, барбачка. Атиману восполним немножко. Эсэфа койл надо украсть. Следующая молния и койл ему, в принципе, хватает эсэфа. Хорошо. Даже вот так вот сделаем. Стики нажал. Отлично. Солринг next on, ребят. Коу-левелл койл. Ну, двоечка. Плохо. Плохо. Так, солринг. Сразу солринг сделаем. Он нам нужен. Рили нужен. Не убиваю. Здесь 50 хп. С третьим, четвертым уровнем. С третьим не убиваясь, четвертым убиваю. Это хорошо. Так, вот так вот раз. Вот так вот два. Тп-шечка берем еще одну. Хе-хе. Хорошая дистанция. Задушил я мидера. Ну, это хороший расклад. В данной ситуации, что я выиграл мид. Пойдемте за руной, сходим. Так вот сделаем. О-о-о. Лип. Лип forward. Лип. Нет маны. Нет маны, друг. А-а-а. Брат, ну маны не было, я полинкалась. Конечно, это не освобождает от ответственности. О-о-о. Зло. Чуть я не погиб. Го на базу сходим. Рубик так прикольно в этом липе прыгает. Давайте покажу еще раз. Блин, а сколько кд? 26. Не, не буду показывать. Покажу на миду. На миду. Под эсэфо прыгну. Все, транквил есть. Хорошо. Хорошо. Пойдем эсэфо душить. Стики не стал почему-то я брать. Не знаю, рак, наверное. Так, потому что. О, на низ. Отлично будет. Куда поближе подойдет? Манда. Пойдем. Твоя, я, я. Пропустит. хорошо живу хили си живу молодец варда пойдемте сэфа убивать мне есть первый у троечку просто к сэфу в упор подойти он не поймет что происходит даже не раздамажить нормально сейчас на руне встречи вы даже с такими как и должен убивать и струна отлично ракетку закидывает нормально кому больнее вообще мне как бы больно нормально пойдет койл украли победили ствардар заберу брат заберу без вопросов но резистов хватает нормально да герочек надо выформить ребят отфармливаем погерочек нормально загангиваем покажет нормально снайпер это крип в этой карте жесткий вы какой относишься этого города кайл так это есть на топе что там fit контора да отлично так 1700 почти есть даггер ребят сейчас еще выфармливаем пачку крипев и почти есть у нас даггерочек а стран пильчик нажмется ой транквильчик нажмем соларин зафармим быстренько транквилл пополнит нам хитпоинт и нормально можно в сэфа и туда в принципе хорошо койл подороже взяли у него пара красавчик придержал рун пойдет опа уго-го элизи иллюзия забрала из сэфа хорошо на топе жестко чё-то ой-ой-ой под видел под видели хорошо дагерок имеем смывать будем кайлом мне нравится что мгновенно кастуется это прикольно то есть ты вообще не теряешь времени ты сразу мгновенно те надо застелить и мгновенности лишь хорошо есть . резисты в четверку это плохо потом клок данный вот мы не страшно принципе а давай чё нибудь пройдем они а нет дальше просто пойдет мне лип там сейчас был кто-то там пошел до опасно надо выйти онлайн нажали вы на базу сходим на базу сходим и bloodstone будем делать конечно чаще делать на миде это bloodstone bloodstone дальше потом постараемся агоним сделать вообще тут у аппарата как бы тема такая что ультимейт мощный желательно бы агонимчик сразу делать да пофиг сделаем bloodstone потому что bloodstone потом в лейте не такой актуальный артефакт вниз от по нанесу хорошо просто задушина хотя там пт-шка на поэтому беру транквилл так на топе fit контора до июй вы помогать ребята на низу аппарат но с лордар сантом с пара там справиться хорошо let's go идем к пацанам на тусу 20 секунд до койла это плохо а реки вон ддшку четвертого уровня 4-го уол реки мороз понял какой бустер купин все спал пропал спал пропала далее работаем надо же еще что-то на вставочку жестенькое сделать рэмпэйдж сайс бласта прикиньте а вот помогу оба прям как будто на вставочку ворвался загрыз так не бухти не бухти жопу тебя на ваш намазал братан не обессудь это на вставочку чё рунг подождем пуджу гг да хорош души его души этого засранца жирного церкви вряд у нас вард ходячий кимар пай хару хорош клок сф душить куда он там ушел и сф принц помнит хорошо ой на низу что-то жесткое происходит аппарата из бласт по идее сейчас можно стырить я не решался далеко пуш не поможет пуш не умеет и шарит хорошо души души давай давай оп уж типа джи так сал бустер да взять надо надо сал бустер а по аппаратус успеем своровать чинить не успел жалко нифига себе вот это домах рикару оборачиваемся сейчас клок отсюда тп бах бах и все я гг бежим отсюда ой 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 не надо я себя опять закрыл зачем я это сделал вот я тупой пол я разбил какой такой коги выпали я такой нажму каяться нажимается и просто закрывается на себя ой тупой а вот тут меня крипы не подблачили бы под мубы в яму закинул нормалин было бы у ринкова нифига профессиональный снайпер понимаю так но пока работаем странно что барок нам не пришел ну да ладно 20 секунд до ресса слордар но ты чё кнопочки не жмешь не попадет ультом тайминг хреновый так смайпер смотрите каких об этом задушить задушить ару ловит слордар хорош успевает краж дать тп шичку гол помогать сразу бежим туда ой там еще аппаратус хорошо вот так сделаем нету кнопочек пока что слордар после байбека на рейджах таких я вам сейчас чипалаху да мы такой раз так дается 900 почти хватает все я размазал всех пацанов пробаваем пробавали гоноруна есть вот такая штука и варды нет нось погнали кто-то у нас варды стоит а путь вот хоть в вардинге путь молодец но на самом деле ребят скучновато немного получается тем что нет особо таких способностей которые круто бы меняли геймплей на рубике прям намного намного круче было чтоб все весело было при ну как я когами себя закрыл ты конечно мне кажется там все равно не выживалась обстоял на подготовке койла надо из глаз попробовать украсть так блатстоун есть это хорошо плохо не успел я а может и не воруется я не знаю кому ну должен пойди вороваться аппарат успел должен я вообще могу ездить им с полома 1 плюс цешка вообще жесткому контрить ух ты армлет мастер уазы насмотрелся что ли давай покажи как надо а ну там уже период летишь там я понимаю там я понимаю а что если я у тебя ультимейту корр такой зашквар на самом деле зашквар армлет гейминг аппарата можно украсть давать попробую кто-то в спине идет из бласт хорошо . на базу не попал наверно в аппаратах по его аппаратов снайпера но есть айс бласт хорошо снайпер наверное отошел куда то давайте аганим чат сделаем аганим айс бласт есть можно закидывать вон он снайпер да нормально нормально он крутой снайпер с этим с армлетом конечно это круто сильный пацан ооо привет пока еще на развороте можем сыграть да это же хорошо попрыжун чеки попрыжун чеки и хорубы украсть на ковару попробую спендрить против клока без форсы конечно играть это не очень честно скажу вард возможно стоит плотышку клок когами стопил кстати вот эти крипы стоят плохо это все про тут круто было бы еще раз сайс бласт украсть почти пол аганима есть братан да ты вообще не в теме а что а ты шо а подми твой не попаду их не украду украду хорошо так дайте жить товарищи дайте жить по красоте как говорится крат субу да взорвано нормально просто это просто нормально вот это у нас есть сколько там хп 1000 хп до у снайпера там мало хп без армлета если прыгнуть вы видели как он завязал только прыгну сразу в гульдар молодец шарит сильный пацан сняли да плохо сейчас аганим надо загоним будет повеселее а то долго к дэшка долгая в принципе хреново воровать не получается почти надо быстро тык 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 это сворвал чисто для к дэшки для расстояния это все берется сколько там опыт мы 1000 хп тоже до сайфа ульт какой второго левела мало 800 урона пример плюс минус ну так в драке если раскастовать нормально будет хорошо вот ма убивается там о паху какой вы так не шутите с пуджом на самом-то деле руки там мама не горюй на топе весело да но ульты нет ульты эсэфа нету 20 секунд еще в окунь суету попробуем сделать а не факт что-то получится хлок ну ты крыса на хлоке продамажем если вдали прикиньте прыгнуть там с бкб хм вау вау чисто такое инди как круто было бы но есть ульта или стульта по 800 . если я его подниму давайте сейчас это сделаем типа я пока стою он не даст мне костануть под первым крыса а я могу умереть тут сейчас жестко получается я сам себя обманул вот я лох под первым не даст мне вы поняли вот это начинается эсэф не надо пожалуйста эсэф пожалуйста не надо я говорил не надо рокет флеер если чё вот так сделаем души его барабей его ты шо руки руки то он сейчас лордар забирает жесть а я там так красиво разлетелся вообще по кайфу еще ульт аппарата будет если чё нормально есть агоним агонимчик есть кайф красивая игра получается прям столько моментов красивых только бывает лохов лохуюсь немного лоховаюсь прям жестко вот эта тема типа под первым у него ракета не раскачана зачем ты такое делаешь все есть у меня дистанция дистанция есть надо сейчас форсик сделать ребят отклок атаки на 90 минуте так вот и у сэфа ультимейт бы сейчас украсть еще или попробовать айс бласт есть там интересно проверить кулд фит да плохо ну пойдет хорошо то что нужно я забрал я лох а можно ладно старфол кинем напоследок я подумал патма прыгнет братан что не прыгал жесткая подставился как дуралей но слордар все забирает лада все забирает для него это чисто крипы соло давай давай изи просто для него это крипы амплификация там армора нету пацанов сэфа помучим немного так успела сэфа немного помучить панча братан нету перо нету перо нету перо был бы фортики выжил там мобильность не хватает сейчас просто сделаем просто сделаем чуть-чуть чуть-чуть мобильности побольше бы и будет огонь клок закрывает гиги ничего не сделал ну потому что рак рак б рак бывает что сказать ребят что сказать бывает и все мы профессионалы я сразу сказал я не игрок на рубике я не игрок пойдет лордар давай рапиру рига лордар давай сэфа там этот слордар а крысы на слордаре сколько там четверочка отлично он внизу нормалин визор берем шо три шрапнели есть ломаем всю эту тему ломаем всю эту тему на форсик рейсик осталось за теги джим хорошо бы на форсик рейсик что-нибудь покруче украсть бы но нету блин видите нету круто тени чик да и но вставочку мало чем вот так вот сделать оооо рокет флеер взорвем снайпера там пошел души да а чо ничего не укралась ах ты крыс спасибо крыса на подмен чилинтач абсолютно бестолковый спал баф это же не буду даже бафать не буду рига вот этих пацанов смываем сейчас унитазик хорошо форсик есть отлично телец гол что делать душить душить пойдет а можно будет доделать по хикса акторин и джи джи прикольный рубик прям так без задержек делает со своим кастом анимационным просто махнул махнул вот так вот и вся типа махнул типа и все весь каст так культу аппарата надо стендер стын брить спинзить он пошел вам бы снимать вот она вот она чё ой да ладно у меня не форса нет ничего суицид прикиньте я уже второй раз так умираю второй раз так я еще и форс слил жесть ару все там ару стан и все абсолютно я еще и форс слил ну айс бласт хочу украсть но ценой своей жизни украсть была бласть айс бласть у меня последнее время на гайдных язык жестко заплетается как будто я как это пьяный или бухой я не знаю ли тупой это напрягает на самом деле блин что-то такое но не очень серьезно согласитесь айс бласт не могу украсть к в помойку этот ботал нафиг барды погнали вообще не могу украсть что-то такое так как украсть айс бласт он стоит сзади всегда надо постоянно как-то блин быстренько к нему туда-сюда а не получается еще этот клоп контрит прям жесть локерка вообще крыса локер крыса но я готов принципе разносить я реснулся и раза свидели выпрыгнет оттуда нет не выпрыгнет походу хорошо пойдет пойдет нормально липочки есть все есть отлично и в атаку стран еще мелочицы обсуждали сразу вот так у меня все есть у меня есть блинк у меня есть прыжочек у меня есть форста ваще пофиг если эту под крыса он сф идет опа вот он и подтянул плохо хорошо окушат из и баран прибежал блин надо было помочь ну путь под я в троих прям так хорошо закинул вроде как сф от блин кавал сапу уж вытянул я бы на аппаратом не отвлекался даже и отвлекался бы даже так есть ульта аппарата на самом-то деле это хорошо сф можно закинуть подушить там онлайн было да пойти надо туда онлайн тик онлайн тик так есть ульт аппарата второго уровня 2 300 золота на кармане это travel надо travel сделать travel и будем выходить другие артефакты храном нужны будут на топ ультимейт закинем часы стать или на мид на топе с клуб с двумя поинт бустера а 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 гибких остань хорошо а по а а а чо там у эсфа ультимейт был опа пойдем снайпера разлетимся я даже с издохну сейчас где снайпер вот он ща улетаем снайпера а даже улететь не будем как крипа взорвем просто мум нажал ван минус 5 нормально еще и где даже не потеряли а у меня есть еще ультимейт сэпиуса у сэпиуса у сэпиуса у сэпиус и полусы что ладно и не сможет имид пойдет пойдет принципе но такое криса у нас нас лордаре риса нас лордаре помогаем ребяткам главное халпари генимся плана из халпа даст лордар выформил и да все вся фигня у нас реки вообще заряжен реки заряжен какого левела . а что такое а что душить надо что блин как ты забираешь но серьезно слордар как у слордара аура чисто забирание всех фрагов он такие лох и пешки остаются он постоянно забирает как это крыса это крыса хочется что-нибудь красивое на вставочку шарапнели там раскидать все так вот сэфы бкб хитом нажать и нет душить не надо часа яга пропадет соберем актарин я думаю хорош актарин чик студию так я без форсы надо запомнить почему именно дальний кайл почему не ближний например шок упор прыгать привет этот бред самый настоящий так а яга все йог оега йог 500 хорошо монета есть сладостно 150 золото чпонь 151 30 эх но пойдет блин на вставочку можно шанить конкретно грамм пашку ультра кило вич на вставку чтобы сказать но это на вставочку прямо такое хочется чинить а . очень такая жесткая он ребята все идут лока хукшот всем онлайн убегать убегаете все в мунлайке при джинер еще есть у нас октарине кори есть сэфи да они по лесу бегают опа под мах вот на и под мах шадо в разе сэф не давай койл долгой вот криса у нифига ты клок даешь там с лордов прыгнул так а мне можно куда-нибудь вот сюда хорошо мозги поделаем клуба он нашел да не надо ну что это такое сладар же тут был я чисто из-за сладара в атаку полез он ушел на сладаре парень склонами дрался ну блин вот руинер на сладаре понастилил столько фрагов блин так хочется что-нибудь красивое делать сейчас за счет забавно было но нету сладар он где-то ходит где-то бродит пойдет пойдет немножко не доиграл и пойдет клонами он там дрался с клонами дрался ульт парус блин были там скиллы получше какие-нибудь тут блин очень хочется что-то более лучшего интересные способности были а это чё тут ару прыжок хукшот сф ауль больше ничего нет класс а из бласту нормали я будем драку закидать джи 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 не прыжочек можно асиб ой старфол что там у тебя старфол я не могу расконтрить жесткая тема как это происходит 6 реки просто бегает рядом но я тут посмотрю такой сидит попкорн достал ну кто ж кого кто ж кого там жесть полетела ру хорошо хорошо хорош господи рощ рим будет не 3 не будет ри не будет хватит уже на сегодня эру флай нету никого нету никого регенимся ребята реки мару чисто попкорн достался стоит кушать срадиенс ару полетела ой ой л вориус хозен гейдж дин опа вот так вот делаем ару в драке нормалин тоже внезапные называется внезапный стан на этом на игровом таком процессе а вот так вот слева ару летит такой снайпер ущи спасибо то что нужно фоккшоты фоккшоты так вот сделаем хорошо в инвизи клок вот эту штуку пройдем кто кого клок против рубика кто кого давай давай задушина 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 так но так и не получилось у меня несколько скиллов своровать я в принципе не пытался в принципе не пытался на вставочку next game и да тут не было ничего вставочка сажали джи джи да ребят вот такая вот каточка у нас на мидере получилась что ж остается у нас на самом деле что не забывайте что выйдет дополнение это керри катка керри катка на рубики дополнение но я считаю что тут с лордар очень хорошо сыграл принципе 29 у меня 29 ахита кстати нормально реки мара вообще красавчики если б не реки и пуш не кажется мне кажется слишком страшно было бы опа убить потому ее же ару шаду врази украли но душа душа жестко ару полетела что-то меня душат цены то шаш вы так на меня все смотри какие браконьеры прикиньте крысы чисто ребят вот такой получился у нас геймплей на рубики в целом я надеюсь герой этот вам станет более ну хотя бы чуть-чуть понятнее уже на примере того как я в принципе что-то пытался делать на нем если честно я скажу я вообще сам по себе игрок не рубик но в принципе что-то могу как я понял в принципе я могу сыграть на рубике нормально более чем достойно и в целом в целом принципе это все не забывайте о том что выйдет дополнение гайду и выйдет видосик где я покажу все скиллы юзания вот именно все как у кого у кого допустим своровал как будет работать этот скилл у рубика то есть придется придется 112 героев перебрать всех абсолютно всех 112 героев и конечно же покажу вам куда можно закидывать рубиком оппонентов ну принципе как то вот так друзья всем спасибо за просмотр этого гайда обязательно поставьте лайк ну кому понравилось даже не обязательно кому понравилось поставьте принципе все с вами был xanas и до скорого ребят